Друзья, всем привет снова! Друзья, всем привет снова! Классными местами, но тема сегодня очень узкая и предельно конкретная. Она будет посвящена, наша лекция, такому нюансу, как походы по альбам с палаткой. По своему опыту, и когда я готовился к своему первому походу, я уже анализируя информацию, которая есть в интернете, столкнулся с тем, что бытовало и до сих пор, по моему мнению, бытует мнение, что ходить с палатками по альбам нельзя. И вот сегодня я хочу этот миф развенчать, рассказать, поделиться своим опытом, как все-таки ходить по альбам с палаткой можно. На самом деле тут не такое большое количество нюансов и, скажем так, лайфхаков. Поэтому, ну, на самом деле, это, может быть, мы уложились бы минус 15. Но я хотел бы еще после этих информационной части все-таки на десерт показать вам фотографии со своих походов. Я в альбах был примерно 10 раз. Из них походов с палатками, с ночевками в палатках было 5. Соответственно, я отобрал фотографии с этих походов. И, ну, мне кажется, будет здорово их тоже посмотреть вместе. Во-первых, просто лишний раз вдохновиться, и нам сейчас всем нужна какая-то мотивация в эти непростые времена. А во-вторых, по фотографиям я в том числе отобрал много фотографий именно с, что называется, биваками, где были наши лагеря, и прямо на конкретных примерах покажу нюансы. В том числе посмотрим прямо через Google Earth некоторые мои маршруты. И, ну, вот какие-то примеры, нюансы, опять же, ночевок, лагерей рассмотрим. Итак, в чем специфика походов с палатками по Альпам? Вот здесь, ну, в общем-то, все мои фотографии, как я думаю, вы догадываетесь. Видео пропускаем. Расскажу несколько моментов именно из своего опыта. Я бы их так назвал правила и нюансы. Потом посмотрим фотографии, посмотрим маршруты и вопрос-ответы. Значит, смотрите, вот это, наверное, самый главный слайд. Хоть здесь он некрасивый и нет никаких картинок, но вот еще раз, из моего опыта, если понять важность вот этих трех пунктов, то вот это понимание даст вам ключик к тому, как же все-таки пальпом ходить с палатками. Значит, те правила, которые в Альпийском регионе существуют существуют по поводу ограничений, запрета или разрешения. Ну, давайте так, есть два термина – кемпинг и бивуак. Ну, в широком смысле кемпинг, да, то есть, условно говоря, стоянки с палатками. Буду просто сокращать, чтобы не говорить с палатками, ночевок, буду говорить кемпинги, да, пока в таком смысле. Так вот, вот все правила, которые вот я изучал там и перед своим первым походом и общаясь со своими знакомыми, кто живет в Альпийском регионе сейчас, вот даже перед стримом я сегодня там пообщался со своими товарищами, друзьями, знакомыми, которые живут непосредственно, да, во Франции, в Германии и в Австрии. В общем-то, смысл какой, да, что на самом деле люди с палатками ходят. Да, это не очень распространено, и не распространено, на самом деле, по одной причине, потому что достаточно плотная инфраструктурная сеть, да, то есть много подъездов, дорог, есть хорошие приюты, и на самом деле просто людям, ну вот, скажем так, местные жители, жители Альпийского региона, они на самом деле, ну, не заморачиваются на тему похода с палатками, потому что зачем? Когда ты можешь там утром сесть, не знаю, там в 7 утра в каком-нибудь Цюрихе или в Мюнхене на электричку, через полтора часа приехать, или даже меньше, в горы, налегке сходить одним днем в какой-нибудь обалденный маршрут, хоть вплоть до восхождения, и вернуться. То есть, вот, сами местные жители этим не пользуются, ну, мне кажется, по этой причине. Второй момент, что, конечно, для сохранения экологии гор все-таки эти правила были созданы по ограничению походов с палатками, и если их внимательно читать, они, на самом деле, немножко отличаются страна к стране, да, то есть там, условно говоря, где-то менее жесткие, где-то более жесткие, но вот принципы, на которых они основаны, вот, на мой взгляд, читая их и еще раз, ну, пройдя сколько-то походов, вот я их для себя, да, сформулирую, это вот не перевод с каких-то там правил, да, а это вот моя интерпретация сути вопроса. Вот три важных пункта. Первое – бережное отношение к природе, то есть, конечно же, и жители Альп, и в узком смысле те люди, которые, там, лесники, там, еще кто-то, хотя я сразу забегаю вперед, да, там, за пять своих многодневных походов встречал их, по-моему, один или два раза. Ну, в общем, все эти люди, они, конечно же, бережно относятся к своей природе и, да, конечно же, хотят, чтобы природа как можно меньше загрязнялась, да, скажем так, изнашивалась, что ли, в терминах того, что если очень много людей и стоят на одном месте, да, там, например, грунт начинает, трава, как сказать, ну, если поставить палатку на траву, представляете, да, там, одну ночь вы постояли, все окей, постояли две, ну, нормально, постояли неделю, появляются следы, дорожки, да, начинается эрозия почвы, вот слово, которое забыл, и так далее. То есть, конечно, это все, ну, особенно, если начинаются большие лагеря, много людей, поэтому многие правила основаны на том, на бережном отношении к природе. Второе, разумеется, страны капитализма и право частной собственности никто там не отменял, есть частные земли, и многие из них достаточно большие, разумеется, есть, например, многие маршруты проходят через частные земли, более того, туристические маршруты в свое время, когда они разрабатывались, и, ну, это словно, да, там, послевоенные годы запускались массово, ну, то есть есть вот пальпом, да, такие большие известные тропы. Помимо того, что их вообще, в принципе, миллион, есть такие, скажем, мейджор, да, такие главные центростремительные какие-то проходящие через какие-то достопримечательности, там, красивые районы. Так вот, в тех местах там есть частная земля, но тропа может проходить через частную территорию. Там, я вот прям, идя по тропе, неожиданно один раз оказался просто во дворе, и это никакое не нарушение, просто во дворе чего-то дома, ну, условно говоря, такого горного дома деревенского, да, то есть и просто, просто прямо через территорию, то есть с заднего двора выйдя, пройдя через территорию, ну, вот в этот момент там никого не было, так понял, что домик используется скорее, там, может быть, там, на уикенд, на выходные, там, швейцарцы приезжают. Просто прямо по территории стоят велосипед, стоят какие-то, лежат игрушки детские, идет размеченная тропа. То есть, и вот понятно, что уважение к частной собственности – это важный момент, если вы это каким-то образом нарушаете, посягаетесь на это, да, посягаете на это, то, конечно, это будет восприниматься ни в коей мере неположительно. Ну, и вот, на самом деле, это тоже очень важный момент. Я вот так скажу, уважение к другим людям, да, то есть, если вы для себя, находясь на тропе, понимаете, что вот какие-то ваши действия могут кому-то причинить дискомфорт, вот известная фраза про свободу, да, которая начинается там, где заканчивается свобода другого, да. Так вот, вот если понимать, чувствовать этот момент, да, и понимать, где вы еще раз кому-то мешаете, можете помешать, а где нет, вот руководствуясь вот этими тремя, фундаментальными такими, ну, на мой взгляд, принципами, можно спланировать, провести, пройти классный поход с палатками, и все будет хорошо. Сразу еще раз забегая вперед, вот там, за все мои походы, ну, то есть там, они не очень продолжительные, да, то есть самый большой, наверное, был 8 или 9 дней, 5 дней, 4, 3, ну, то есть дней 20, наверное, 30 я ходил. Вот ни одного эксцесса у меня не было, поэтому вот я считаю, что могу рассказать, как это делать. Значит, дальше к правилам. Вот что точно нельзя. Для нас, как русского человека, очень заманчиво выглядит какая-нибудь горная долина, где находится какое-нибудь живописное озеро, так и хочется встать с палаточкой на берегу и вот устроить себе здесь лагерь. Вот почти везде это запрещенная история. Еще раз, давайте поймем, почему, потому что вот просто я сказал, пункт нельзя, и дальше мы пошли. Но я вот хотел бы донести свое понимание, почему это так, потому что это вот важнее, мне кажется. Во-первых, ну, во многих местах озера горные – это источник питьевой воды для регионов, для поселков, городов, деревень, которые ниже находятся по течению. Это водозабор, источник водозабора, поэтому купание там вот прямо массовое такое, еще, не дай бог, там, если стоит палатка, да, и вы там начинаете мыть посуду, не дай бог стирать одежду, это все загрязняет воду, ну, в жесткой форме, скажем так, да, это один момент. Второй момент тоже, ну, вот я думаю просто, чем еще может помешать, и, скорее всего, это тоже в свое время, когда эти правила прописывались, усчитывалось. Понятно, что не всегда, особенно в горах, люди готовы наблюдать, не знаю, там, шумные полуголые телеса, которые там, одно дело – это море, да, другое дело – эстетика самого вот хайкинга, трекинга, наслаждения горной природой, да, где все-таки ценится не шум, гаммы, какое-то веселье безудержное, да, а скорее тишина, спокойствие. И вот представим себе там, опять же, да, если бы этого запрета не было, да, на любом берегу какого-нибудь красивого горного озера, что бы происходило, да, стояли бы просто там десятки палаток, народ бы там орал, плясал, купался, там, не знаю, там, пьяный, не пьяный – это уже дело второе, да. В общем, это на самом деле вот с эстетикой самого горного путешествия мало сочетается. Поэтому, ну, в общем, это мои интерпретации, по факту мы имеем, да, что, как правило, ну, это запрещено, и часто вот такие вещи я прямо видел как знаки, да, то есть там forbidden – все, запрещено, да, то есть запрещено стоять вот на береговой линии. Теперь дальше интерпретации того, что можно, что нельзя. Вот здесь я пропустил важный момент. А вот у меня третий пункт – стоять днем – кемпинг. Смотрите, в русском языке немножко есть путаница, но в альпийском регионе есть очень четкие их два понятия. Есть понятие кемпинг и есть понятие бивуак. Вот там альпинисты понимают, наверное, второе слово больше, в туризме это слово не очень используется, но вот я сейчас расскажу, как оно интерпретируется вот в регионе Альпы. Значит, на самом деле очень просто. Если вы идете по тропе, настал вечер, сумерки, темнеет, вы ночуете, рано утром встаете, собираете лагерь и продолжаете свой маршрут, вот это называется бивуак. И вот по факту бивуак на самом деле не запрещен. А что запрещено? Запрещен кемпинг. Кемпинг в значении и интерпретации в Альпах это стояние лагерем в течение дня. То есть вот представим себе ситуацию, да, то есть там кто ходил или занимается, ходит классические наши спортивные, категорийные походы, есть такой термин дневка. То есть 4, 5, 6, 7 дней идем, потом у нас день отдыха. Никуда не идем, долго спим, спасти ружки, готовим компоты, печем блины, загорание, рисование, вот это все. Палатки стоят и значит все разбрелись кто куда. Вот это кемпинг. Еще раз, несколько дней или целый полный день от ночевки до ночевки вы стоите там, ровно на одном месте. Вот это, насколько мне известно, вот сегодня говорю еще раз с гидами, с ребятами работающими и местными там, и французами общался. Вот это запрещено почти везде, ну какие-то редкие исключения. Ну, есть исключения за пределами Альпы. Там, та же Скандинавия, Ирландия, насколько я знаю, да, там, Швеция еще раз. То есть там, например, в Северной Европе это разрешено, но мы сегодня про Альпу еще раз, и вот именно это запрещено. Поэтому я думаю, что вот этот стереотип запрета, что нельзя, запрещено ходить с палатками, у русского человека видимо сформировался вследствие того, что вот, может быть, не знаю, когда-то там в 90-е годы первые наши советско-российские туристы, альпинисты и прочие отправились в Альпы по привычке, разлеглись там пузами на озере и вот к ним пришли, сказали ай-яй-яй, скорее всего. Надеюсь, вот это мы уточнили, это на самом деле ключевой момент, который надо понять. И еще раз, бивуак, то есть вы шли-шли-шли по тропе, все, вечереет, вы поставили палатку, переночевали, утром собрались, пошли, то есть вы реально никому не мешали, возвращаемся, помните, к уважению и к другим людям в том числе, пошли утром дальше по маршруту, вот это бивуак, бивуак, по факту на самом деле установка бивуака разрешена. Есть нюансы, я вот себе там несколько отметил пунктов, понятно, что первое, есть, конечно же, территории особого природопользования, что называется, да, то есть есть заповедники, национальные парки, частные земли. По моему опыту, когда вы, ну, давайте так, то есть заповедников на самом деле очень немного, в Альпах их там вообще чуть ли не на пальцах одной руки и там, ну, реально не так просто в них войти, то есть вы случайно в него не очень зайдете. Частные земли, что, вот важное тоже понятие, что такое частная земля, например, если мы, ну, вот на примерах, там, да не важно, там, Швейцария, Австрия, Германия, где я был, обычно стоит какой-то заборчик, очень часто он, особенно в альпийской зоне, выглядит как натянутая такая, иногда под электричеством, иногда просто такая проволочка, то есть идет, например, там, дорога с двух сторон огражденная этими такими проволочным таким забором и, например, тропа идет через это место, есть там такие вороца, то есть вы как бы заходите, но наверняка это уже чья-то частная земля и правило здесь звучит следующим образом, если вы планируете бивар, то есть ночевку, хорошее правило это посмотреть, есть ли, ну, скажем, в вашем видимости рядом где-то местный житель, то есть там владелец этой земли, да, если есть, считается, что можно подойти, спросить разрешение, можно ли переночевать у вас здесь палатку поставить, утром я уйду. Несколько раз, когда я явно стоял на таких территориях, ну, то есть по маршруту шел и мне, ну, просто по времени, по таймингу приходилось стоять, этих людей не было, то есть вот у меня лично такого разговора ни с кем не получилось, но это прямо везде, если вы погуглите, вот эта рекомендация стоит, да, спросите разрешение и как я понял, то есть и вот пообщавшись опять же со знакомыми своими ребятами, ну, представить ситуацию, что вам откажут, крайне маловероятно. Опять же, тоже нюанс, конечно, представим группу из 30 человек, идущую в колонну, да, с семью палатками и которые скажут, а можно мы у вас тут поночуем? Другое дело, если вы идете один, там, вдвоем, то есть тоже, это опять, помните, да, про шумность, про уважение к другим людям, про нагрузку на природу, то есть, конечно, малые группы восприниматься будут всегда легче, скажем так, да, но уж про соло это сам Бог велел, и вот я когда про свои походы буду рассказывать про это, собственно, я так в альпы стал ходить, когда у меня случай, совершенно неожиданно для меня образом оказалась ситуация, что друзья все с которыми мы ходили до этого в большие летние горные походы, вот в один из сезонов, это 13-й год, мне кажется, был, вот по разного рода причинам не смогли пойти в поход, и вот как раз я первая с альпой попал именно по причинам, куда же можно сходить соло, и вот, конечно, когда вы идете один, вы абсолютно минимально, скажем так, заметны, шумны, никому не представляете никакого дискомфорта, так вот, значит, разобрались с понятием кемпинг и бивак, надеюсь, ну, это прямо вот ключевой термин, еще раз повторю, третий раз, потому что это реально важно, одна ночевка, вечно встали, утром ушли, окей, стоите там днем, никуда не торопитесь, развалились, мимо вас ходят люди днем, которые поднялись утром в горы, и ходят, это не супер, вот так, ну, и два пункта, не шуметь и не мусорить, тут уж, надеюсь, все понятно, да, то есть, это следствие всего, о чем мы с вами говорили до этого, опять же, не было у меня таких прецедентов, но я очень, прямо, были прецеденты просто общения с местными жителями в горах, с христианами, когда я там шел где-то по тропе, общался, были ребята, местные там туристы, альпинисты, то есть, вот просто на основании общения с ними, я вот очень четко понимаю вот эту картину, представим таких две ситуации, одна ситуация, ну, по каким-то причинам вы там не смогли рано выйти, вот что-то там вас задержало, вы встали, вот второй пункт, не вставать нельзя, не рекомендую я, да, и как бы это некрасиво, стоять прямо на тропе, конечно, нужно стоять в сторонке тропы, тоже про это, чуть позже покажу примеры, но вот представим ситуацию, что что-то пошло не так, вы там не смогли рано уйти, или там встали недалеко от тропы, люди к вам, ну, в видимости, или рядом с вами, проходят с палаткой, и вот дальше две ситуации, первое, вы, у вас все разбросано, там, не знаю, еда, миски какие-то не вымытые, там, пакеты из-под сублиматов, вот это все, там, на траве вот так развалено, там, спальники, я не знаю, там, труселя сушатся, прошу прощения, за слоем, вот это все, да, другой момент, да, у вас все аккуратно, все красиво, у вас есть мешок для мусора, минутка рекламы, да, вот у меня, например, лично специальный классный мешок, купленный в спортмарафоне, с толстой, непромокаемой, невоняемой тряпки, у которой на внешней стороне даже есть такие прошитые, как сказать, забыл слово, ну, не люверсы, ну, что-то типа того, да, за что можно этот мешок снаружи рюкзака прицепить, то есть этот мусор никак не мешает, даже если он внутри и воняет несколько дней, никак вам на самом деле не мешает, он герметичный. Вот если такую ситуацию, представьте, вот в лагере порядок, красота, все ровненько, да, там, в Тамуре лежит аккуратно, палочка закрыта, вы там с горелочкой что-то шебуршите, ну, вот я вот не могу представить, что кто-то вам что-то предъявит, опять же будет видно, что вы собираетесь уходить, да, вы там завтракаете, типа там рюкзачок собран, вот можно поставить, да, что-то скидать в него, ну, вот реально не вижу проблем. Есть, дальше смотрите, есть регион, вот когда я говорил про заповедники Моцпарки, есть несколько регионов, где реально запрещено, вот, например, там, Доломиты, вот регион, Доломитовых Альп, несколько зон самых посещаемых, потому что это, в принципе, ну, наверное, самая посещаемая зона в Альпах, там прям четко запрещено, но это вот вы просто, входя на тропу, у вас будет стоять вот такой знак, но кемпинг, вот прям палатка и зачеркнула. Про все маршруты, про которые я буду показывать, как пример, да, я их сам ходил, но вот не было такого, да, надеюсь, это объяснил. Следующий слайд. Как надо. Как я советую, опять, по своему опыту походов. Чуть-чуть повторяю, это следствие того, что нельзя и почему такие правила. Значит, выбираем для лагеря, для установки палаты, место, максимальное, ну, я написал, скрытая тропа маршрутов, ну, точнее, незаметная от троп, когда люди находятся на тропе на маршруте. То есть, как это выглядит? На самом деле, ну, я надеюсь, что все-таки стрим наш смотрят люди, которые ходят в горы, примерно понимают, о чем речь. Мы всегда в горах имеем какой-то макрорельеф, да, то есть там долины, хребты, ущелья, и есть какой-то микрорельеф, да, то есть там в любом горном цирке он не идеальная чаша. Он все равно состоит из каких-то складок местности и находясь уже на маршруте, находясь на тропе, вы, в принципе, можете понять, вот просто оглянувшись по сторонам и посмотреть, примерно увидеть те места, где, если будет стоять палатка, ее не будет видно. Это вот лично для меня ключевой поднимите руку, кому хватило писания, раз в кипятбе БУК. Ну все правильно, это самое главное, дальше тут, что называется, уже лирика, но тем не менее, да, проговорим, потому что это такие практические вещи. Вот. Надеюсь, тоже всем известный оптический закон, если вы какое-то место не видите, то значит с того места не будет видно это место, откуда сейчас вы наблюдатель, да, вот это очень легко, то есть я всегда это в походе и применял. Посмотрел, ага, вот там кажется какая-то складочка местности, вот туда за холмик ушел, за бугорочек, за камень, за валун, все, не мешаешь никому, даже если люди пойдут по тропе утром, все отлично. Соответственно, для при планировании похода карты в помощь, само собой не Maps.me, на которых рельеф, но на самом деле кто не знает новость дня, я бы сказал, я узнал только буквально несколько дней назад, на Maps.me появились горизонтали, чего раньше не было. А так, моя любимая программа ViewRanger, на которой можно слоями открывать какую-то графическую карту, можно смотреть с телефона, да. Очень крутые карты, само собой, можно купить в магазинах непосредственно в регионе, там на месте, они все, конечно, дорогие, условно, по 5-10 евро за лист, но я вам скажу, что количество информации, которое есть на бумажной карте, она просто в десятки, не знаю, как это посчитать, в десятки раз больше, чем на любой электронной карте. Ни разу не было, чтобы я пожалел, что у меня есть бумажная карта. Всегда на ней находилось больше информации про какие-то места, достопримечательности, высоты, какой-то микрорельеф, ничего этого близко нет на даже самых лучших. Ну, я покупал, к слову, про Швейцарию на год абонемент, скажем так, на доступ к электронно-швейцарским картам. Да, там они супер детализированные, можно также в офлайн скачать, на маршруте уже смотреть, там крутые карты, но они по сути те же бумажные карты, перенесенные в электронный вид. В общем, скрытая, скрытость от тропы раз. Само собой, второй момент вставать подальше от озер, поселков, крепингов, приютов. Что я имею в виду? Опять же, в начале говорят, что большинство трафика, которое я видел в Альпах, выглядит следующим образом. Люди утром, ну, условно, в 8 утра приехали в какой-нибудь деревушке на поезде или на машине, вышли, пошли в горы, к обеду они вышли на какой-нибудь, ну, если мы не про альпинизм, а про трекинг, на какой-нибудь отрок, долину красивую повыше, может быть, перевал, где, как правило, есть какой-нибудь горный дом, приют, в котором есть ресторан, вот, люди там покушали, отдохнули, переждали жару, если это август, месяц какой-нибудь, да, и вечером начинают спускаться вниз в долину. Вот, понимая вот эту логистику, вы на самом деле очень четко можете понять, в каком месте, в какое время, условно говоря, час пик, да, еще раз, то есть в долинах это условно говоря утро, и вечер, на перевале, если там есть горная хижина, да, это скорее уже ближе к обеду время, и вот если мы возьмем что-то среднее между, вот представим точку, какой-нибудь перевал и нижнюю точку, долина, и вот будет кусок. Вот мы понимаем, что большинство людей с утра пойдут вот так вот до обеда и, например, вечером обратно. То есть на самом деле очень легко понять, в каком месте, ну, по факту, это среднее какое-то место между дном долины и, например, какие-нибудь хижины на перевале. Вот если вы примерно в серединке встанете на ночевку, то вероятность того, что рано утром или там поздно вечером, в сумерках в этом месте там будут ходить люди, ну, вот оно реально минимальное. Вот находясь на тропе, вот сколько мы похода сделали с ночевкой, десятки, этот момент ты прямо чувствуешь. То есть ты идешь, 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 и хоп, люди пропадают. Все, потому что если это вечер, они уже все, они уже все спустились к дорогам или поднялись к приютам, которые наверху. И вот если вы в это время где-то посерединке, то у вас просто часами ни одного человека даже на очень популярных местах. И вот когда я это понял после своего первого похода, что называется, когда я все так прощупывал, что называется, на собственной шкуре, мне стало очень легко. И это не то, что даже вопрос что, как будто бы не очень это пощиряется, ну, точно не пощиряется, да, походы с палатками. И вроде как надо там прятаться, но по факту это вот настолько становится просто, потому что ты реально понимаешь, что ты никому не мешаешь, ты там не мусоришь, не шумишь, ты утром уходишь дальше, все круто. Это второй пункт, да. Ну, вот третий про вставать ближе к сумеркам, я имею в виду вставать в лагеря ближе к сумеркам и утром вставать и уходить пораньше. Вот то, что я сейчас я проговорил, да, тоже понятно. Ну, еще раз про мусор тоже проговорил. Пытался тут собрать, знать и уметь, что нужно вообще, чтобы вот такой поход, ну, походы по Альпам, условно говоря, палаточные пройти. Понимая, что у нас обалденная инфраструктура, что у нас так или иначе не очень далеко люди, дорога и так далее, хорошие тропы, мы сейчас говорим про формат трекинга, да, в общем, не требующий ничего специального. На самом деле, вот знать и уметь, я бы сказал, нужно вообще всего две вещи. Вот. Худо-бедно общаться, ну, потому что это, помимо того, что это интересно, ну, иногда это все-таки нужно, да, думаю, не надо объяснять это, да, даже если вот опять какое-то у вас будет общение с кем-то, ну, всегда, всегда хорошо объясниться. И умение читать карту только с точки зрения планирования маршрута. И здесь тоже важный момент, вот у меня на сайте там десяток отчетов лежит, мы прикрепим, наверное, после видео комментариями ссылки на них, чтобы можно было посмотреть, кто, допустим, меня на сайте не был, не читал. Часто мне спрашивают, там, Дмитрий, вот дай трек маршрута вот того-то, того-то, того-то. Я каждый раз рассказываю, мне не жалко, но я вот пытался, точнее, не пытался, но боюсь даже погуглить такой запрос, типа, сколько километров троп в Альпах, вот мне кажется, их десятки тысяч километров, а может и сотни тысяч километров. Почти, ну, долины, в которых всего одна тропка, но не бывает, но их немного. Обычно в большинстве долин есть тропа где-нибудь понизу, какая-нибудь тропа посередине склона. То есть троп на самом деле настолько много, что вот прямо необходимости в том, чтобы вот прямо по какому-то маршруту идти, ну, вот мне кажется, это глупость. В Альпы, и в этом тоже фишка, вот, чем мне в том числе нравятся Альпы, тем, что, конечно, да, во все походы, которые я ходил, конечно, я готовился, я смотрел, но я смотрел, что основные какие-то интересные места, достопримечательности, примерный километраж, примерный набор высот, чтобы понять тайминг. Дальше по месту, именно из-за того, что троп очень много, в зависимости от погоды, в зависимости от вашего физического самочувствия, в зависимости от настроения, там, желания вот повыше пройти, пониже, в лесу, погода, еще что-то, да, можно просто прямо, что называется, онсайд, да, прямо на маршруте выбирать себе левую тропу, правую тропу, повыше, пониже. Поэтому вот огромное, огромное количество вариантов, и вот умение читать карту и понимать, что за вот эта линия на карте вообще на самом деле стоит, что там будет, да, насколько это сложно или красиво, вот это важный момент. Ну, тут, мне кажется, только опыт, опыт и опыт. Да, вот спасибо, коллеги даже ссылочку скинули на сайт, если кому-то вдруг фоном слушать, а хочется что-то посмотреть, можно вот открыть, полистать. Так, давайте дальше. Ну, вот, и еще раз советы, мои, моих четыре совета, наверное, самых основных для похода в Пальпу. Первый момент, избегать выходных по возможности. Почему? Потому что максимальный трафик, конечно, в Альпах на выходных. То есть местные жители, вот, самая основная логистика выглядит так. Субботу, рано утром, народ поднимается вверх, если такие длинные маршруты, да, двухдневные, например. Суббота на воскресенье это самые забитые всегда ночевки, если мы говорим про приюты. Ну, и, соответственно, народ в больших, высоких горах вот собирается в субботу, воскресенье, где-то там повыше. И в воскресенье после обеда люди спускаются. В будни людей просто в разы, я бы сказал, наверное, в 10 раз. Если вот кто из меня смотрит, из жителей Айпы или гидов, могут в комментах написать, сколько, по их мнению, отличается трафик, условно говоря, в июле, там, в среду и субботу. Вот, ну, по моему опыту, у меня прямо такой момент был, когда иду, 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 уже несколько дней, еще дней потерял, и так в какой-то день замечаю, что просто исчезли люди. То есть вот вчера они были, позавчера они были, а тут исчезли. И я понял, что это был понедельник. То есть вот я шел в субботу, в воскресенье, и пришел понедельник, и просто людей смыло. Второй момент. Конечно, малая группа лучше. Еще раз, во-первых, вы меньше мешаете, если мы говорим про палатки другим, менее заметны. Во-вторых, да просто как бы почему, например, большие группы популярные были в России, там в СССР в советское время. Потому что тяжелое снаряжение, сложные маршруты, я имею в виду наши горы, да, безопасность, потенциальные спас работы, нужно, чем больше группа, тем легче будет кого-то вытащить. Вот это все, да. В Альпах у вас такая классная инфраструктура, классные тропы, что это просто не нужно. И, собственно, еще раз, я вот к Альпу пришел именно с СОУ начал, да. Третий момент. Вставайте рано, обедайте в хижинах. Тут тоже, ну, базовый вообще, абсолютно, надеюсь, понятный всем момент, но я бы хотел на нем сакцентировать. Вот. Как выглядит стандартный альпийский день? Люди просыпаются, если не альпинизм, альпинизм, понятно, там на восхождение люди и ночью выходят, и с фонариками, но если бы говорили про трейтинговые маршруты, люди там раньше шести не встают, на самом деле встают раньше, по моим наблюдениям, чем у нас в горах, но тем не менее, раньше шести не встают, обычно там в семь, в восемь завтракают и там условно после восьми начинают двигаться по маршрутам. Если вы встанете раньше, а летом все-таки светлеет рано и лайфхак для тех, кто не знает, что такое золотой час, да, то есть самые красивые фотографии снимаются либо рано утром, либо, условно говоря, за час после рассвета и за час перед закатом. Поэтому вот вставая рано, вы помимо того, что вы, во-первых, снимете классные фотографии, будет самый красивый и мягкий, теплый свет, а во-вторых, реально там с шести до восьми, с шести до семи вообще никого на тропах. Вот я сейчас готовясь к презентации, смотрел свои фотографии, просто половина фотографии снята вот в эти часы, потому что, ну, действительно, это классное время. Поэтому вот мой совет, вставайте рано, заставьте себя как-то проснуться. Ну, у меня вообще привычка давно, да, то есть я вот в походе всегда стараюсь вставать с рассветом и, ну, никаких проблем высыпаешься, когда свежий воздух в гараже. Так вот, встали рано, прошли свои 3-4 часа, поднялись там на перевал или наоборот спустились в долину, там у вас либо хижина, либо деревушка, либо еще что-то, спокойно там отдохнуть, пообедать, это тоже вот формат нюанс, да, и плюсы похода в пальпом, что можно не нести с собой все, вы постоянно на маршруте можете, ну, не постоянно, у вас доступны вам выходы в населенку и с тем, чтобы перекусить или докупить себе провизии. Так вот, отдохнули и вечером, когда люди, большинство уже, условно говоря, либо спускаются вниз, либо они там наверху на приютах остались, вы с долины, например, на ночевку поднимаетесь наверх. То есть, вот эта логистика для меня такая, ну, скажем так, классическая в тех местах, где мы проходили именно какие-то оживленные населенные пункты, да, еще раз, то есть, представим, буквой В, да, некую долину, здесь внизу какой-нибудь городишко или поселок, здесь наверху условный перевал, ведущий в следующую долину, да, то вот оптимальнее всего вот здесь посерединке ночевать, с утра вы спускаетесь, например, в какую-нибудь долинку, зашли в кафешку, в ресторашку, там покушали или купили в магазине чего-то, отдохнули, переждали жару, а вечером пошли и дошли до серединки следующего борта, и там опять уже будет, условно говоря, почти никого, примерно так. Ну и четвертый пункт насчет открывайте свои маршруты, это как раз совет про то, что не пытайтесь повторять, вот прямо идти по какой-то конкретной тропе, троп масса, и вот мой опыт показывает, что, ну, в общем, любые горы, Альпы, не исключение, они красивы, в общем-то, везде, почти и всегда, поэтому, наоборот, интересно, мне кажется, куда-то зайти, даже не зная, куда вы конкретно идете. Конечно, важный момент, тоже, наверное, здесь скажу про тропы, опять же, не хотел сильно в это углубляться, потому что все-таки про Сиальпы и про походы по Альпам не тема сегодняшнего разговора, тема все-таки именно про походы с палатками, но уточню, на картах разных стран есть немножко разные системы, то есть у австрийцев, у немцев, у швейцарцев немножко по-разному, да и на разных картах нанесены тропы, но точно есть градация и в легенде и карте это всегда написано, то есть есть тропы легкие, есть тропы средней сложности, условно они называются, трекинг, назовем так для нас, и альпинистский маршрут, это либо миа-феррата, либо классические альпинистские маршруты, вот понимая это, то есть просто главное не выйти за ваш предел, то есть не вылезти, если вы боитесь высоты или у вас нет снаряжения для той же виа-феррата, или вы там некомфортно себя чувствуете на этом, вам, конечно, надо смотреть, сейчас, извините, кто-то дозванивается, надо за этим следить и, конечно, заходить на сложные какие-то маршруты не стоит, если рассчитываете свои силы. Так, это все, что касается информации, сейчас, извините, пожалуйста, я выключу телефон. Теперь давайте, знаете, предлагаю уже такую вторую часть, она не информативная, а скорее мотивационная, ну, просто если есть время, настроение, я могу просто показать и покажу фотографии со своих походов, надеюсь, они вас зарядят желанием как минимум просто отправиться в горы этим летом, а все равно у нас чуть позднее, чем обычно или не чуть позднее, но и август, и сентябрь, и октябрь прекрасное время для гор, поэтому, и для Альпы в том числе, поэтому давайте расскажу, где я был, что я видел. Вот здесь, на этом слайде я, в принципе, все 10 своих поездок именно летних в Альпы нанес, ну, вот, то есть, по словам говоря, от Австрии до Монблана, вот так или иначе, ну, во многих регионах я был. Сейчас попробуем, сейчас пойдет такой формат уже слайд-шоу, здесь больше будет, ну, просто посмотреть фотографии, и я специально отобрал в этом слайд-шоу много фотографий именно бивуаков, то есть палаток, сейчас прошу прощения, одну секундочку. Значит, вот этот слайд, это самая первая фотография моего самого первого похода по Альпам. я уже минут 10 назад сказал, что я первый раз в Альпу попал, что называется, от безысходности, когда понял, что вся моя основная компания моих друзей, с которой мы много-много лет ходим в горы, вот, одна момента не может, никто из них не может мне составить компанию, и я понял, что пропускать я не хочу сезон, и думаю, куда бы мне сходить. И тут я понял, что есть же чудесные Альпы, которых я не был, всегда мечтал, и вот, вот оно время, чтобы мечту осуществить. Сразу я понял, что надо, хочется, это тоже такое наблюдение про соло-походы, вот, я вообще не фанат соло, я очень мало один ходил, но всегда замечал, что когда один, идешь больше, идешь быстрее, ну, потому что идешь в своем темпе, на самом деле, вот и все, не постараюсь ни под кого, и в итоге ты можешь пройти больше и дольше. И, конечно, хочется меньше времени тратить на какую-то там бивачную вот эту жизнь. Когда ты в компании, круто, с друзьями, кто-то готовит, кто-то анекдоты травит, кто-то, может, играет в карты, я не знаю, да? Когда ты один, ну, как будто сидеть в палатке, скучно. Поэтому я сразу понял, сублиматы, это тема. К тому моменту я уже по работе много раз ездил в Германию, в Мюнхен, тогда только там были нормальные сублиматы. Сейчас вот мы в спортмарафоне вот-вот начнем продавать активно их. Но в тот момент нет, я купил еще заранее в Германии какое-то количество сублиматов, и вот именно это была основа моего питания именно вот на бивуке, на ночевке. Днем я, как правило, ну, не каждый день, но там через день, через два, через три выходил в люди, что называется, и уже там докупал каких-то скоропорчащихся продуктов или просто кушал, да? Окей, едем дальше, просто буду показывать фотографии. Тоже вот интересная фотография, это прям в хронологическом порядке. Я уже, находясь в самолете из Москвы в Цюрих, а я выбрал для первого похода сразу швейцарский Альп, потому что, конечно, было у меня какое-то такое, ну, в Швейцарии для нас, для всех, да, какое-то такое корона Альп. И вот, опять же, побывав и в Италии, и в Австрии, и во Франции, я скажу, что вот у меня есть прям такая моя любимая шуточка, я ее, будто бы сам придумал, что, мне кажется, швейцарцы, когда рисовали границы своей страны, они вот так вот взяли самые красивые Альпы и вот оставили их себе. Как только пошли чуть-чуть так, типа, отдадим вас трицам, отдадим там. Вот, и, то есть, у меня был план, что я просто все, ну, реально принимал решение там за буквально там 3-4 дня, я купил билеты в Цюрих, у меня уже была виза, это, кстати, тоже к вопросу о том, как ходить с палаткой и вот решать этот вопрос насчет бронирования, которое нужно, чтобы получить визу. Я все свои случаи, кроме, по-моему, одного решал это, ну, у меня просто так сложилось легко, что у меня два раза в год есть командировки в Шотгенскую зону по работе, поэтому я визу делал, ну, словно говоря, полугодовую обычно мне открывали, годовую делал под командировку, а дальше у меня это просто виза действовала, и я уже прилетаю в Альпы, то есть там, очень редко, где проверяют прям бронь, сейчас, вот, я сколько уже летаю, ну, не так часто это бывает, но, как я делал, то есть имея уже визу, я все равно бронировал гостишку, уезжал на территорию, потом эту бронь отменял, я слышал, что сейчас это не очень пощеляется, я думаю, что абсолютно спокойная тема, там, забронировать кемпинг какой-нибудь, потом, находясь на вот кемпинге, я уверен, что точно никакую информацию не подают куда-то там, что там, вот там человек не приехал, там, хотя бронировал, то есть, въехали, там, отменили эти бродиси, и идете себе спокойно, палатками, то есть, я вот так этот вопрос решал, так вот, про эту карту история, то есть, я просто летел в Швейцарию, знал, что все, сейчас там, приеду в Цюрих, сяду в горы на поезде, и там, пойду по тропинкам, и прямо в самолете, познакомился с пилотом, который летает на бизнес-равиации, то есть, он не стал говорить, я примерно подозреваю, кого он из наших олигархов, что называется, летает на самолете, вот это летная карта, я почему ее, мне интересно ее здесь показать, район Давоса, вот здесь, если мой курсор видно, Кур, местечко Сант-Морец, то есть, это вот, как мы понимаем, такое очень пафосное, центральное швейцарское место, и вот он мне просто эту карту показал, так как он сам оказался швейцарец, а он мне говорит, да слушай, где хочешь можешь ходить, у нас везде красиво, пальцем ткнул, мне прямо говорит, вот видишь, там вот кур, вот отсюда можешь прям взять, и пойти, там, в Сант-Морец, очень классно, типа, за пару-тройку дней, вот так я реально, на самом деле, свой маршрут спланировал, и так и сделал, соответственно, вот приехал в Цюрих, купил газ, потому что тоже это нюанс, для меня достаточно удивительно было, что в маленьких магазинчиках, условно спортивных, которые могут находиться в каких-то поселочках, деревушках, там, скажем, в Альпах, недалеко, не во всех из них, есть газовые баллоны, подходящие под такие наши классические, вот, дуровские, качественные, спортивные, там, горелки, что называется, с нарезной, баллоны, которые, забыл слово, навинчиваются, не протыкаются, как кемпинг-газ, там, дешевый, я сам говорю, вот, это для меня, на самом деле, я один раз так чуть не встрям, это про это будет история, в общем, газ лучше покупать в городе, куда вы прилетели, это надежно, купили, раскидали по рюкзакам, все, едем дальше в горы, кто не был в Альпах, навигация, это тоже классная штука, вот, на развилке троп, пожалуйста, вон, сколько направлений налево, сколько направо, указана деревушка, и указано время пешком до нее, а посерединке указано, какой там может, есть ли там транспорт, вот, например, сон, говоря, не знаю, кур-валдер, да, например, и вот понятно, что до него два спонтанчаса, и там ходит автобус, то есть оттуда можно уехать на автобусе, вот тот же кур, например, здесь, да, и, Сева, подскажи, пожалуйста, я вот не до конца понял, если я вот сейчас вот вожу курсором, видят зрители, да, да, отлично, ну вот, соответственно, если вот здесь мы видим некий там трамвай, на самом деле, это поезд, мы понимаем, что вот, значит, оттуда можно уехать на поезде, вот тот же Йох, например, вот здесь стоит стаканчик, это означает, что там есть какая-то кафешка, ну, то есть можно, можно выпить и перекусить, вот это реально моя такая, первая фотография из моих, всех походов по Альпам. Было, так как я, как вы поняли, уже достаточно спонтанно все организовал, оказалась просто феерическая история, что я так забегался, когда прилетел в Цурих, покупал газ, и что-то там думал, что я реально забыл купить продукты, вот у меня были чуть-чуть сублиматов, был газ, и я уже понял, что все, я уже на тропе, и мне там идти, то есть я где-то подсознательно понимал, что там по маршруту вроде там, типа там есть какие-то населенные пункты, в общем, реально на подножном корму, вот там малинка на тропе, я просто перекусил, и вот мой, собственно, первый слайд на тему, нашей основной, собственно, темой лекции, стрима нашего, это про wild camping, вот, кстати, тоже термин, можно гуглить, если вам хочется больше информации про как вот ходить пальпом с палатками, то гуглить нужно либо слово бивак, да, там биваки на лапс, например, да, или писать wild camping, дикий camping, вот, camping обычно, это вот те самые кемпинги, оборудованные с инфраструктурой, с местами под палатки, где у вас там шлагбаум, вы зашли, у вас территория, у вас кафешка, может быть, ну, они разные бывают уровни, но вот то, про что мы сегодня говорим, это вот wild camping, то есть дикий кемпинг, соответственно, вот первая моя стоянка, если приглядеться, вот здесь видно еле-еле заметная тропка, то есть как я выбирал вот это место, первый раз еще не до конца понимая, на самом деле, ну, насколько вот все эти правила и как работают, что называется, на интуиции, что ли, вот шла по карте, и я шел по основной такой, ну, хорошей достаточно тропе, ну, прям видно, натоптана, хорошая жирная тропа, я понимаю, что вечереет, что я сделал, я просто увидел слабую-слабую тропку, которая просто вот, тропа одна основная идет, траверсом, то есть не сильно набирая, не сильно снижая, идя по склону, и тут я вижу какую-то слабенькую тропку, уходящую наверх, вот просто практически в лоб по склону, ну, я понимал, что, ну, вечером, представьте ситуацию, или рано утром, что вот в этом месте, а я уже на тот момент прошел, там, часа полтора-два, вот, населенного пункта, по карте я вижу, что до следующего населенного пункта, еще час, вот тут какая-то тропка наверх, что, вот, кто-то туда полезет ночью, и там, меня найдет, и что-то, что-то меня спросит, что вот тут, мол, делаешь, ну, просто было трудно представить, поэтому я вот поднялся так в сторонку, прошел там 200 метров, словно говоря, вот, вышел на такую, более-менее ровную, участок леса, хотя это такой огромный, макросклон, большого хребта, но вот нашел такой микрорельеф, и, собственно, все, поставил здесь палаточку, у меня вот был малинка, которая съела сники, что у меня был, я помню, все, вот на следующий день утром, тоже я про это говорил, когда я к людям прямо во двор зашел, вот здесь видно указатель слева, тропы, какие-то хибарки, и это реально, вот справа, если присмотреться, идет трос, который как раз ограждает, но на самом деле, даже в первую очередь он ограждает от скота, потому что коровы, которых много в альпах, они не очень любят перешагивать и пролезать через такие штуки, многие из них действительно под напряжением, я прям пробовал, так цапнул, там есть реальный ток, ну, точнее, я цапнул, конечно, один раз случайно, задел, так логой, ну, но неприятно, щипит, да, короче, в общем, животные это не любят, и к этому делу не подходят, ну, и для людей это тоже как бы ограждение, и вот, собственно, вот это вот, даже совсем не сильно притоптанная травка, это на самом деле тропа, потому что вот знак, и вот вокруг вот этого дома, там какое-то поле, там еще один домик, вот дальше, так, так я и шел, вышел утро второго дня, скажем так, похода, вот я вышел в деревушку, супер голодный, потому что реально у меня там, я половинку сникерса съел вечером, половинку сникерса утром, прошел еще какое-то время, и вот вышел в поселок, такой, как потом я понял, это зимой, горнолыжный курортик небольшой, там есть подъемник, но вот летом он выглядит достаточно заброшенно, к тому же это был, нет, это было, кстати, воскресенье, и оказалось, что магазин закрыт, то есть я нашел там магазинчик, а магазин воскресенье закрыт, что меня тоже удивило, я думаю, ну елки-палки, что же делать, но меня спасло то, что в этой деревушке была небольшая такая гостишка, три звезды, там были туристы, я как раз проходил в районе 9 утра мимо такого домика, ну точнее этой гостиницы, зашел к ним и просто заказал себе завтрак, ну там повар немножко удивился, потому что, ну то есть он готовил для своих постояльцев, как бы типа там, я так понимаю, что обычно, ну условно включено, хотя там меню было тоже, в общем я его попросил, можно ли мне приготовить завтрак, он мне прям спросил, что ты хочешь, что тебе туда сделать, и в общем это был прям, это был первый момент, когда я на самом деле понял, что походы по Альпам, это всерьез, потому что в моей до этого походной жизни не было таких походов, чтобы я утро начинал с такой, вот с такого завтрака. Все, дальше значит по тропинке, извините, по тропинке пошел гулять, я сейчас некоторые фотки не буду комментировать, просто чтобы виду показать, подошел к обеду, к следующему, вот вернусь назад, это на самом деле в летнее время ферма, а в зимнее время рядом проходит горнолыжный склон, подъемники, и там даже небольшой ресторанчик есть, соответственно я зашел, тоже покушал, взял себе вот такой шикарный кусок торта, и вечером в очередном месте, ну здесь просто фотографий нет, это именно вот карта, к слову про бумажные карты, насколько здесь много информации, вот собственно я каждый вечер решал, куда я пойду дальше, у меня уже тогда был, это был там 2013 год, уже был телефон, ну там с интернетом, с GPS, всеми делами, уже можно было смотреть погоду, и корректировать маршрут, погода уже портилась, я уже понимал, что основной маршрут я скорее всего не пройду, потому что там достаточно сложный был такой, для меня непонятный скорее даже перевал, и я в этот момент решил, что надо скорректировать маршрут, вот изучал карту. на утро я опять, понимаете, то есть я вот переночевал там в 300-500 метрах от этого горнолыжного склона в лесу, на утро вышел, как ни в чем не бывало, зашел в соседнее заведение, вот так вот чудесно на апельсину высоком позавтракал, и пошел дальше, что называется, гулять по горам. Вышел в облака, собственно, попал там даже в снеговой заряд, потому что это был уже, кажется, 30 августа или 1 сентября, и на высоте вот 2800 уже выпал снег. Сейчас просто так получилось, что на первом фоторассказе много фотографий еды, но это действительно обалденно, то есть когда у тебя не просто поход, а у тебя еще и новые блюда, ты там всегда с аппетитом на свежем воздухе, все вкусное, это действительно тоже классная причина сходить по Альпам в поход, не обязательно с палаткой. Вот, в следующий день вот так вот, такие долинки, и потом меня застиг непогода, я понял, позвонил даже, тогда, по-моему, не было еще у меня хорошего интернета, что ли, я, по-моему, позвонил жене, попросил ее посмотреть, какой прогноз, она сказала, что на три дня все дожди, и я у меня, у друга друг живет в Швейцарии, я, в общем, ему позвонил, спустился с гор, сел на поезд, доехал там за три часа в его городишко, три дня бы там я у него пожил, мы погуляли по Швейцарии, и потом по Берну, кажется, в том числе, и потом, когда я понял, то, что погода опять восстановилась, я посмотрел еще раз на карту, ну, и вот с этим парнем пообщался, выбрал один из таких центральных красивых регионов швейцарских, и просто вот доехав до очередного местечка Дельбода в данном случае, вот пошел тропами, тропами, тропами вот так вот несколько дней. Тут просто какие-то фотографии, которые слишком не буду отдельно комментировать. Вот тоже был нюанс, и тоже классная штука, чем мне тоже нравятся походы по Альпам, что благодаря тому, что есть, а, инфраструктура хорошая, то есть транспортная доступность, много троп, при этом все достаточно компактно, и ты понимаешь, что ты, если что, всегда можешь там или вернуться, или выйти к людям, нет вот этой необходимости и очень досконально, на самом деле, планировать маршрут, как это мы делаем, например, если мы идем в какие-нибудь, какие-то там наши российские большие автономные горные регионы, типа там Саян, какой-то Камчатки, там не знаю, даже Кавказа, да, на много дней. Здесь нет этой необходимости, и вот я реально, ткнув на карту, просто думал, вот вроде большие горы, видно, что есть озера, есть титпики, я просто туда доехал и пошел, да, и вот этот огромный водопад, если приглядеться, он действительно, там, по-моему, даже входит чуть ли не там в десятку самых высоких Швейцарии, он действительно большой, я вообще не знал, что я его увижу, то есть вот я реально вот так выхожу с тропы и вижу огромный водопад. Вот это тоже для меня был такой огромный плюс, походу, и до сих пор, что вот такие экспромты и неожиданности на тропе могут быть. Вот тут я поднялся в цирк, да, то есть, ну, надеюсь, вы знаете это понятие, то есть это часть склона между, скажем так, хребтом и долиной, который немножко прогнулся, да, и образует такую своеобразную чашу, очень часто там какие-то озера наверху есть, либо пастбище, альбийские луга. Вот я как раз в такой цирк поднялся, там оказалась ферма, вот дядечка швейцарец держит там животных, а я шел с рюкзаком, это вот к вопросу опять про местных жителей, да, и вот можно, не можно ходить. Он мне показал, ну, то есть, он, конечно, ну, точнее, конечно, такой, ну, фермер, да, в принципе, уже в возрасте, в общем, по-английски он вообще не говорил. Он увидел мой рюкзак, ну, такой, да, у меня 60-литровый рюкзак, показывает на рюкзак, говорит, что вы такой огромный, ты куда собрался? Я ему говорю, я, типа, все с собой несу, у меня там тент, тент, палатка, он зель, зель, ну, в общем, я показал домик, что сплю, он понял, что это у него палатка, по-швейцарски, ну, там, немецкий, немецко-горячий кантон, это зельте, я это тоже просто где-то слышал, понял, что он говорит, зельте, я говорю, да, да, тент, зельте, он такой, о, типа, потрогал меня за руку или за ногу и такой, стронг, стронг, мне говорит, то есть, не то, что вот к вопросу, но и люди бы как-то из этого делали какую-то там, они гонялись бы за каждым там с ружьем или там это, с биноклями, стучали бы в полицию, ну, наверное, было бы все не так, да, он наоборот, я там подержал, похлопав по плечу, сказал, ну, ты, типа, крутой чувак, давай, типа, удачи, как-то так помахал, мне там что-то, угостил даже чем-то, вот, поэтому вот это был первый, наверное, даже момент, на тот момент, когда вот я с местным жителем сконтактировал на тему палатки, я понял, что никто за мной не гонится и там стрелять не собирается, вот, собственно, моя ночевка в этот вечер, маршрут следующего дня, я поглядываю просто в комментарии, если что, вот здесь как раз про история, про сублиматы мои с каких-то пор любимые, любимые, это действительно суперудобно, то есть, если раньше, я помню, до эры сублиматов, когда сублиматы пришли в мою жизнь, там, обеденный привал, это, ну, в любом случае, час, это минимум, потому что пока там горелку, пока что-то там заварил, закипятил, пока это все там варится, что-то, вот здесь все, вот пакет, кипяток, чашку кипятка там скипятил себе, 200 миллилитров залил в сам же этот пакет, который изнутри фольгированный, то есть, он как бы и греет, и защищает продукт, когда он еще не, ну, как бы хранится, и он же является посудой для того, чтобы поесть. Вот у меня специальная ложка тоже у нас в спортмарафоне, в том числе, продаются с длинной ручкой, обратите внимание, она удлиненная, чтобы можно было в пакет со дна достать, не испачкавшись. все это, все это, вот реально там, не знаю, две минуты скипятить кипяток, залил, вот на пакете видно, 5-10 минут подождать, и все, отлично, в данном случае паста карбонара, как сейчас ее помню, бомбическая, все, то есть, весь привал с обедом, это там 20 минут, 30, все, ты побежал дальше, это тоже супер. Вот про тропы, вот, собственно, указатели тропы, вот здесь вот красненькая точка в правом нижнем углу, вот в левом, средняя часть полоска, это вот направление тропы, то есть, ну, это не всегда грунт, часто это, конечно, скальные такие каменистые участки, но они проходимы. Опять же, если сложность высокая, то есть, там, ну, условно говоря, там требуется, там, альпийское снаряжение, вефираток, еще что-то, там всегда будет написано, либо черным, отдельным знаком, да, ну, то есть, это обозначается. Вот, следующий день мой, просто здесь виды, вот опять к вопросу о запрете, не запрете, то есть, я с гор спустился, и пошла такая поляна, к которой приходит грунтовая, такая гравийная дорога снизу, и вот на ней уже стоял такой знак, ну, то есть, если что, все понимают, что вот это не кемпинговая площадка, да, то есть, здесь вот приехать вот так вот со своим, этим машиной, как забыл слово, который, можно жить самой, да, ночевать, или палатку поставить, что здесь нельзя, это уже территория, ну, чья-то коммерческая, скажем так, земля. Вот это начало этого городка, уже не помню, как называется. Вот, собственно, так же я зашел опять в обед в городок, зашел в какой-то ресторан, классно покушал, закупил себе, как вы видите, не только продуктов, но и напитков, потому что у меня в этот день была встреча с тем самым другом, с которым я, от которого три дня назад, у которого жил, ушел, он никогда до этого, ну, с палаткой, по-моему, не ходил. И как раз он, мы с ним договорились, что он к этому месту придет, и мы с ним такой, для него будет первый опыт походов с палаткой Пальпом, поэтому вот я тут купил продуктов, поднялись мы к озеру, вот такая тропа была, даже местами с тросом, за которым можно придерживаться, тоже теска мой Дмитрий. Вот, нашли мы место точно так же, то есть это супер популярное место, я потом по карте покажу, а не значит, что давайте вот сейчас сделаем паузу, и я прямо сейчас покажу, вот, что я имею в виду, когда вот, это супер популярное место, при этом вот я с Димой спокойно здесь провел классный вечер и ночь. Смотрите, я сейчас прямо на карте покажу, как это в реальности выглядит. Вот мои маршруты, которые Пальпом были. Так, сейчас прямо вот этот, вот этот лагерь найду. Это программа Google Earth, как я и в одном из слайдов писал, вот в левом верхнем углу у меня видно, да, как называется Google Earth Pro, то есть это в объеме, рельеф можно смотреть. Я обязательно, то есть я при планировании своих походов, вообще любых, я там 90% времени просто прохожу, исследую именно рельеф, и встречаю его, например, там, с картами, там, в Юрэнджером, и в СМИ, понимая, где есть тропа. Сейчас есть чудесный сервис на карте .me, на карте ME, где можно тоже смотреть разные топографические карты, но, единственное, не в объеме. Так вот, что мы имеем вот в данный день как пример, да, смотрите, вот идет, сейчас я так назад отъеду, горная долина, вот моя первая, вот я вышел, вот здесь вот у нас водопад у меня был, который я на фотографии показывал, вот я поднялся, вот здесь был фермер, все, здесь уже луга, вот это все домики, это летом фермы, ну, по сути, это ферма на самом деле, здесь есть подъемник сюда, поэтому и летом, и даже зимой, я так понимаю, этот подъемник может работать для туриста, тут горнолыжного склона нет, но очень красивое место, сюда люди понимают, чтобы погулять. Соответственно, что я сделал, вот здесь вот, если чуть-чуть увеличить, вот, условно говоря, вот здесь заканчивается цивилизация, пошла, так скажем так, горный склон, и, ну, на спутнике это, конечно, не очень видно, но легко представить, что вот здесь вот, видите, каменюки всякие, да, и такое, назовем это складки местности, что на самом деле, вот, например, где-то здесь наверняка будет место, которое, в общем, не заметно, вот с этих домиков, ну, и точно уж никому не мешает, это что важнее, да, и действительно так и было, я когда это прошел, я понял, что где-то здесь, скорее всего, будет такое местечко, вот где-то вот в этом месте, у меня на карте не стоит, я поставил просто палатку, пельночевал, да, на следующий день поднялся по тропе на перевал, вот здесь у меня был обед, озеро на фотографиях, второй перевал, потом спуск, и вот сейчас мы придем к тому месту, где мы на фотографии остановились, вот спуск в долину, вот эти городишко, здесь мы купили продукты, признаю честно, сочканули, поднялись на канатки, ну, почему нет, вот здесь канатка, да, и вот это вот озеро, супер красивое место, супер популярное, огромное количество людей, вот днем здесь просто вот весь берег был усыпан компаниями людей, которые просто вот поднялись на канатки, прогулялись часы, прям жарили сосиски в мангальчике, который в магазине, тогда у нас это вообще, по-моему, еще не продавалось, если только начинало, сейчас уже есть, но там это прям было в любом супермаркете, и причем были такие сеты интересные, прям сам мангал, уголь, и даже, по-моему, сосиски к нему уже в комплекте, вот здесь люди все сидели, мы, значит, прошли вдоль озера, прошли вот здесь, ну, это упрощенная линия, то есть мы, конечно, вот по этой тропе шли, по дороге, вот здесь, ну, такая вот гравийка, и вот дальше, смотрите, да, идет тропа наверх к ледникам и к перевалам, соответственно, вот здесь такое место, ну, на сленге это называется бараньи лбы, такие крутые скальные сбросы, которые тропа обходит, вот здесь она идет, тут еще одна кафешка, ресторажка, там, горный приют и так далее, и дальше тропа уходит, вот сейчас я увеличу, вот по склону, куда-то наверх, что мы сделали, мы просто вот здесь отошли в сторону, нашли вот так вот здесь, если сейчас сбоку попробовать посмотреть, вот так, ну, то есть здесь, ну, можно предположить, что, скорее всего, будут такие достаточно плоские участочки, в которых наверняка можно встать, что мы и сделаем, да, то есть в итоге, если вот с этой стороны посмотреть, это как бы немножко перегиб в эту сторону склона, то есть реально нас не видно ни с этой тропы, ни снизу, потому что здесь скалы закрывают, ну, сверху, наверное, видно, но еще раз, здесь вот, исходя из того, что я вначале рассказывал, в общем-то, это никакое не страшное нарушение, если вы никому не мешаете, встали и утром ушли, все, никакой проблемы нет, вот, сейчас я посмотрю комментарии, Денис Губин, живу на севере Талии, в Доломитах очень много добротных горных хижин, где можно переночевать маршруты, строить легко, крыша над головой есть всегда, достаточно взять спальники матра, ну, да, но про походы через приюты, это прям отдельная тема разговора, не нашего сегодня, так вот, вот на этом примере я прям вот показал, как мы выбирали место, да, давайте тогда этот поход, еще несколько ночевок покажу, вот, соответственно, была здесь ночевка, потом мы поднялись с Димой вместе, ну, здесь вот просто зимний фотканал, она ложилась, видите, на самом деле здесь тоже травка, но вот это ледник, вот здесь горная хижина, это высота уже за 3000 метров, перевал, потом, сейчас я переверну вот так вот, спуск с этого перевала в другую долину, и вот здесь дальше был тоже интересный момент, сейчас я удалю, чтобы вам было понятно, большинство людей, то есть вот есть долина снизу, вот есть параллельная долина, вот здесь на перевале приют, потом приют вот здесь пониже у озера, и вот здесь вот, где-то на склоне, соответственно, основной трафик, он вот так ходит, вниз по долинке, однодневный поход, и в обратный, кто-то в эту сторону, кто-то в этом, что я сделал, то есть я, спустившись с перевала, не пошел вниз, я пошел дальше наверх, и в следующую долину, и здесь, больше я людей не видел в этот день, потому что все, вот тропа основная ушла куда-то вот туда, все, я пошел вверх по долинке, тропка на карте есть, она обозначена, маркирована, но людей здесь уже практически минимум, более того, это уже был вечер, то есть в то самое время, про которое я говорил, что люди либо уже спустились на долину, либо поднялись там на приюты, которые где-то на перевалах, например, стоят, поэтому вот в этой части уже никакого трафика не было, я чудесным образом здесь погулял, здесь где-то еще раз перекусил, и вот когда понимал уже, что дело, что называется, ну и устал, дело к вечеру, вот я выбрал то самое место между перевалом и долиной, на середине склона, то есть там 300-400 метров там наверх, 300-400 метров вниз, вот здесь просто альпийский луга, где я, собственно, и сделал свой лагерь, вот сейчас, если мы к фотографиям вернемся, приют тот самый, удивительно, кстати, тоже для меня было, что швейцарцы, ну и не только, вообще есть жители Альп, спокойно себе могут себе позволить пиво, хотя казалось бы, это горы, тропы там, что-то, но, как опыт показывает, качественный напиток в меру употребленный, в общем, не сильно мешает, поднимает настроение, дает сил, вот спуск здесь очень серьезный был, вот эти горы, это все этот день, который я вам показывал, разметка тропы, сумасшедшие виды, и, конечно, вот здесь вот как раз ледник уже, трещины пошли, очень круто, швейцарцы, конечно, оборудуют горные маршруты, я просто очень много здесь фотографий наснимал, как на достаточно сложном рельефе, вот просто организован монтаж каких-то там лестниц, мостов, ну, просто обалденно, вот прям, смотрите, пересечение у подножия ледника, у нижней части ледника, пересечения дна долины, супер вид, и все, вот следующая моя ночевка, горелочка, воды не было, стопил, нашел какой-то снежник там рядом, стопил воды, чтобы заварить горелку. Геворс спрашивает, Дима, у тебя на сайте есть про походы с ночевками в приютах? Геворс, вот удивительным образом, я в приюте ночевал всего один раз за эти походы, но как-то вот почему-то мне нравится с палаткой, и я, кстати, расскажу почему, потому что, во-первых, и я хоть один раз, я так могу сравнить, потому что я хотя бы один раз ночевал, чем мне, я скажу так, мне понравились приюты, вот давайте здесь паузу сделаем, про это расскажу, во-первых, шум, да, то есть, ну, лично я хожу в горы не для того, чтобы там, шум, гам, мне хочется, там, не знаю, там, или со своими друзьями уж как максимум, а в первую очередь, конечно, отдохнуть от этого всего городского шума, цивилизации, и когда утром народ начинает просыпаться, шуметь, кто-то встает в пять утра, кто-то в шесть, кто-то в семь, вот эта вся суета, очередь, там, в туалет, не знаю, завтрак, те тут принесли, и расчет, ну, то есть, это вот какое-то не погружение в природу для меня совсем, когда ты живешь все-таки в палатке, это совсем другой формат, поэтому в одном из походов мы случайно зашли, потому что, ну, вот я, наверное, если кто-то терпит до конца, расскажу, а так нет, прямо целых маршрутов через приют у меня нет, еще мне не нравится в приютах, вот какой, кстати, момент, что необходимо заранее это планировать, потому что, как мы понимаем, особенно выходные, да, условно говоря, в июле-августе, по сути, в любые дни, ну, велика вероятность на популярных маршрутах, что просто не будет места, если вы придете без брони, такое у моих знакомых бывало, понятно, что вас не выселят, по закону вас не могут выгнать, вам просто предоставят место, в основном говоря, спите на полу или там на столе, обычно для этого убирают, это вот стиль спальник спи, возьмут с тебя минимальную плату, там, условных 5 евро просто, что называется, тебя не выгонят на улицу, это точно, но для меня как-то это вот не тот стиль, что ли, нет вот той свободы, которая как раз мне здесь и нравилась, что вот это богатство троп, инфраструктура, можно куда хочешь идти, понимаешь, что у тебя палатка, и ты в любой момент, там, или увидел красивое место, пришел к нему, или просто устал, или там вечер уже, все, день закончится, а ты просто встал, и на следующий день идешь, куда хочешь, то есть нет вот этого гонки за то, что ты там забронировал приют, обязан к нему прийти, вот для меня, вот из-за этого я как бы и не ходил, не хожу с приютами. Вот, собственно, я здесь поставил, как раз вот классический вид, даже никаких складок местности нет, про которые я говорил, но я понимал, что это такое удаленное от ближайших приютов и дорог место достаточно, что там, ну, скажем там, чтобы сюда прийти от любого из приютов или там конца дороги, нужно там, ну, никак не меньше двух, там, трех часов, поэтому я понимал, что если я здесь встану, уже вечером здесь вряд ли кто-то будет, и утром тоже я никого не напрягу своим тут нахождением, потому что просто, скорее всего, никого не будет, и так и было, то есть я действительно вот вот на таком лугу кругом тут паслись овечки, овечки, кстати, и коровы, это тоже важный нюанс такой у вайлд кемпинга вот этих палаток, потому что в Швейцарии, в первую очередь в Швейцарии их невероятное какое-то количество, то есть вот откуда столько у Швейцарии сыра, для меня вопрос вообще сразу был закрыт сразу, я просто удивился, сколько живности молокодающей в горах у них, и вот я в данный момент, даже на фотографии видно, что вроде я выбрал такое местечко, классная травка, все, а буквально через 30, минут ко мне пришло прям целое стадо овечек с колокольчиками, они, конечно, любопытные, ясно, что они вас там не покусают, ничего с вами не сделают, никакие палатки не раздавят, но они просто ходят рядом, носами тычутся, им интересно, но это, в принципе, на самом деле такая экзотика для меня была. Да, вот Ася пишет, да, палатки – это особенно романтика, атмосфера, точно так. Вот клопы кого-то тут покусали, да, о, ребята из Уфы, привет, привет, нас с Женей клопы покусали в одной из хижин, вот, такие нюансы тоже бывают, в палатчике своей, что называется, все четко, все надежно, ну вот, то есть есть такой вот нюанс про животных, и я мог бы забыть, я скажу, что, пожалуй, что после вот этих походов по Альпам, я стал всегда теперь с собой, вот я на прошлой неделе, на позапрошлой, когда рассказывал про фаны, говорил про беруши, в общем беруши эту вещь, в уши воткнул, и спишь. Вот, так как у меня оставались запасы с предыдущего магазина, я прям со свежим хлебушком, сосисочкой, вот так прям на горелочке, потому что костры, это однозначно фабином, это точно надо понимать, что костры сжечь, конечно же, нельзя, да и в Альпах, в тех местах, где хочется стоять, ну, как бы это какие-то вот цирки, альпийская зона, деревьев, в общем-то, как правило, уже и нет. Ну, в общем, костер это палево, точно, если вы стоите в зоне леса, это точно частные земли, как правило, леса, отдельно охраняемые территории, в общем, за костер можно просто влететь жестко, вот это точно, я забыл слайде добавить. все, на следующий день утром вот меня встретили серны, вот такая тропа, вот такой вот перевал, следующая хижина, конечно же, я здесь очередной раз вкусно пообедал, и, собственно, вот вышел через красивейшие долины в одной из центральных, это Валийские Альпы, если я ничего сейчас не путаю, район как раз горы Юнгфрау, Эйгер, что-то у нас еще, ну, то есть это вот прямо высочайшая вершина Альп, одна из мощнейших зон леденения, очень красивое место, я помню, что я в этот день, я просто, я не знаю, у меня скорость была 500 метров в час, потому что, вот здесь тоже, давайте я покажу, как я здесь выбирал место, это тоже нюанс, да на самом деле на этой фотографии покажу, смотрите, вот идет тропа, тропа, ну, зона супер популярная, это вот просто вот, ну, не Арбат, но это просто один из центральных по посещаемости районов Альпах, как вот здесь как бы встать с палаткой, чтобы там, еще раз, в первую очередь, правил никого не напрягать, я вот для себя вот такой формулировкой пользуюсь, вот давайте посмотрим, вот идет тропинка, склон, конечно, если мы встанем, я не знаю, вот здесь вот у тропы, да, где-то чуть ниже, как хочется, да, самое такое логичное, какое-то найти место вот где-нибудь здесь, ну, во-первых, здесь на самом деле уклоны, конечно, не встанешь, но это кажется логичным, но вот как бы я понимал, что если я здесь встану, вот от этого места до поселка, деревушки, к которой приходит канатная дорога, реально тут 2 километра, то есть люди здесь могут прийти очень рано, и я понимал, что, ну, во-первых, они меня разбудить могут, зачем мне это, во-вторых, я им как-то, ну, помешаю, то есть, к слову, за весь этот шестидневный поход, я видел только одну палатку, кроме моей, видел, действительно, стояли ребята, даже 2 палатки, поляки, ну, я мимо прошел, просто слышал речь чуть-чуть, вот они как раз стояли уже днем, то есть, ну, как раз тот формат, который даже меня чуть-чуть, типа, ну, блин, время 11 часов, я помню, да, если не 12 было, и вот мы идем, ну, с Димой по тропе, я смотрю, ребята стоят по палатке, ну, действительно, это так выглядело, они как-то, ну, для Альпы точно непривычно, соответственно, что дальше я делал, я понимал, что вот тропа идет траверсом, а вот выше по склону есть деревья, есть какой-то такой микрорельеф, и на самом деле, я вот с какого-то из этих мест вот по лужкам-по лужкам поднялся там на 10-20 метров от тропы, и там между деревьями нашел на самом деле ровненькую площадочку для своей палатки, все, и там прекрасно встался, собственно, вот фотография следующая, да, это вот вид из палатки, и вот за рюкзаком вниз начинается уклон, там где-то тропа, то есть меня реально не видно, я никому не мешаю, да и сам наслаждаюсь, что называется, природой кухни, чего себе, Вова Бордоносов, вот это, да, это мой одноклассник со школы, Вовка, привет тебе, да-да-да, здорово тебя видеть, да, пусть даже в комментах, вот, собственно, на следующее утро тоже место, где стояла, стоит моя палатка, тропа где-то там метрах в 15 и ниже, но она идет траверсом, еще раз так, что ни я никому не мешаю, ни людям не мешают, и вот такие были утром виды на рассвете, вот я специально вставал рано-рано, прямо в сумерки, я уже просыпался, и вот здесь я закончил, поход, карта в поезде, в поезде дальше возвращался, ну, собственно, что называется, в Цюрих, тогда я в этом походе первый раз купил свою первую версию солнечной батареи, такая небольшая, и вот мог, не было еще тогда в поездах зарядок для телефонов, и я вот так вот прямо во время езды, езды в поезде подзаряжал свой телефон, ну, вот, собственно, закончил Люцерни, один из, может быть, даже самый красивый город, в котором я в своей жизни был, сумасшедшие виды, вот такой поход, сейчас покажу, так как, то есть, вот я примерно принцип рассказал, сейчас уже дальше, я просто покажу несколько еще походов, ну, и тоже вот примеры ночевок, именно палаточных, покажу. Значит, вот следующий мой поход был в Австрии, он случился следующим образом, я просто по работе, как я уже и говорил, два раза в год бываю в окрестностях Мюнхена, где у нас проходит главная мировая туристическая выставка, у меня уже была открыта виза, у меня уже были по работе куплены билеты, ну, и я, соответственно, решил, думаю, могу пару дней еще походить по горам, и вот, смотря еще дома до поездки на карту, в Сонгаре вот здесь вот у нас, где у нас Бутенское озеро, парам-парам-пам, вот оно, вот здесь где-то Мюнхен, в общем, выбрал место, которое удобно, чтобы доехать на поезде и выйти погулять, соответственно, оказался это Инсбрук, это, ну, известный большой крупный австрийский город, такая вот огромная долина и вот такой горный массив. Здесь была феерическая у меня ночевка, я, к сожалению, настолько феерическая, что у меня нет фотографии, но она прямо описывает весь мой опыт обширно. Значит, что получилось? Я здесь столкнулся, во-первых, день начался с того, что опоздал немецкий поезд. Никогда не думал, что такое бывает. Более того, он опоздал так, что здесь на границе между Германией и Австрией меняются поезда, то есть ты, типа, переходишь на платформе на другой поезд, который уже как бы австрийский. И вот на эту стыковку этот поезд не приехал, а было уже время там в 10 вечера. Причем оказался я там на платформе вообще почти ночью один, сел, купил билет на какой-то проходящий дальше экспресс-поезд, который в Вену вообще ехал с одной установкой в Избруке. В Избруке вышел из поезда в 11 или в 10 ночи. Вечера уже светила луна, я как помню, лил страшный ливень. И, то есть, план мой был совсем другой. Мой план был в обед, там, ну, не в обед, засветло приехать и, условно говоря, вот у нас есть склон и где-то здесь там на середине склона переночевать и пойти дальше. Все пошло не так, то есть, реально, я выхожу с вокзала, льет просто стеной и ночь. И думаю, где я буду место выбирать? А склон, если что, здесь перепад высоты, вот здесь сейчас, сейчас я отодвину, чтобы не было видно, вот здесь высота 500 метров над уровнем моря, на хребте высота 2, 2 тысячи, 2 тысячи 300. То есть, ну, большущий склон. Другие же я тут буду ночевать, а это ничего попало, это огромный избрак, это большой город. В общем, в итоге я, выйдя вот так вот с вокзала, сейчас уже не помню, это я примерно карту рисовал, здесь что ли? Не помню. В общем, просто взял на склон, который, ну, собственно, я знал, что я вот в тот район хочу идти. И, двигаясь, по сути, это уже было полдвенадцатого ночи, я просто в черте города в черте города, сейчас, если я найду это место здесь на карте, сейчас, секунду, это было, это было, сейчас я вспомню. У меня примерный трек просто где-то вот здесь, вот здесь что ли? Вот здесь, в черте города, я просто видел лесной склон, не застроенный ничьим жильем, я просто выключил фонарик, поднялся по этой тропинке внутрь, не включая фонарь, луна светила, достал палатку под деревом, поставил, переночевал утром, уже там в шесть утра проснулся по будильнику, быстренько упаковал палатку, вышел и как ни в чем не бывало пошел дальше, то есть прямо в городе переночевал. Так вот, дальше, да, соответственно, это вот прям двухдневный, супер короткий был поход, у меня тут была какая-то мысль побить свой личный рекорд горного километража, хотел 50 километров пройти, но не рассчитал свои силы, значит, поднялся вот здесь вдоль канатки, не хотел подниматься на самой канатке, решил подняться пешком, дальше прошел по хребту, тоже это такой туристический маршрут популярный, вот он вот так вот идет, да, вот здесь долина города, вот здесь у канатки ресторан, я здесь позавтракал, потому что вот поднялся сюда, да, вышел на перевал, перешел в эту долину, пересек еще один перевальчик, спустился вот в эту долину, вот здесь чудесный как раз горный приют классический, прямо такой, то есть вот идет гравийная дорога, сюда можно, ну, классный идет веломаршрут, то есть здесь было очень много велосипедистов, ребята на велик сюда заезжали, высота уже 2000 метров, и здесь тоже такая непогода продолжалась, была вообще страшенная гроза какая-то, и время к обеду, я сюда зашел, у них камин, девчонки в приютах все меню отдают, да, то есть вы можете заказать себе тортик, супчик, какое-то там мясо, я заказал там, по-моему, кусок торта, чая, литровую кружку самую большую попросил, время там, а прямо на улице просто гремит, смотрю, возвращаются ребята, которых я только что видел там час-два назад, то есть они реально вышли с приюта, началась эта гроза, они вернулись, время уже там в четырем, люди там такие, ну, я слышал разговоры, ну, по-английски, как кто-то из них говорил, такие, ну, ладно, все, мы сегодня никуда не пойдем, смотрю, начали у ребят спрашивать, можно ли у вас остаться еще на одну ночь, ну, прям непогода, суровая была, чуть ли не такая с переходом на град дождь, вот, я уже такой тоже думаю, блин, капец, с моим походом, и в итоге, как это часто бывает, после грозы, вот, все стихло, и солнце через пять минут, я смотрю на часы, время четыре, понимаю, что это середина лета, еще там, три-четыре часа светового времени, и все, взял, и пошел дальше, и прошел еще один перевал, вот здесь был мощнейший спуск, вот здесь очень скалистый такой прямо, я бы даже сказал, с сыпухой такой участок, такой на грани, ну, то есть, это прямо, если бы это был дикий перевал, и, ну, тут есть стропа, вот ее видно, видите, она зигзагом идет, и на карте она нарисована, но, в общем, по ходу меркам, это была бы такая на грани единички Б перевал, более того, мне после этого что-то еще хотелось идти, и вместо того, чтобы спуститься в долину, я вот так прошел траверсом, и вот здесь еще один перевал, то есть, это у меня уже там какой-то там третий или четвертый, ну, так, если считать, раз, два, три, четыре, я увидел, просто посмотрел логистику района и понимал, что вот этот перевал очень редко посещаем, ну, просто по карте было видно, что много маршрутов вот так проходит, вот в эту сторону, а сюда не очень, и я буквально вот здесь вот так вот тропа шла, основная, и тропинка вот через этот перевал, и я просто вот там 15 минут набрав 100 метров, вышел на перевальную седловину, и здесь прямо вот нашел такое место, тут такая небольшая, тропа идет вот так, видите, и вот здесь, а между вот этими тропами здесь такая интересная микрорельеф, в котором я понял, что я могу просто поставить палатку, кругом кусты, опять, никому не мешаю, мне никто не мешает, классный вид с перевала, как всегда, на горы, то есть, не где-то вы вдали не стоите, а вы стоите прямо на горном перевале, да, вот с такими видами, и вот, собственно, сейчас вернемся, вот я покажу, да, соответственно, вот у меня была тогда такая соло-микропалаточка, такая вот совсем маленькая, для одного человека, вот на заднем плане тот перевал, с которого я спустился, вот основная тропа, я вот здесь прошел, и вот в таких вот кустах, ну, на самом деле, шикарная, классная полянка, я здесь прекрасно переночевал, довел свой сникерс, я в том приюте купил, по-моему, еще пару сникерсов, бутылку Кока-Колы, понимал, что завтра мой поход закончится, а мне только там, по-моему, на ужин и на завтрак, здесь у нас вопрос, Дмитрий, а с детьми двух лет, можно идти по этому маршруту, Алена? Алена, ну, вот именно поэтому нет, потому что вот этот перевал, он точно не подходит для маленьких детей, можно походить, ну, что-то более легкое посмотреть, вот не уходя к этому, сейчас вернусь, покажу, например, если про Инсбрук говорить, да, то есть просто вот этот, вот этот спуск, он очень крутой, а если, например, точно так же подняться, как я и начал, да, вот на канатку, но погулять, вот эту часть, потом пройти вот сюда, вот до этого приюта, про который я говорил, где я пережидал грозу, и, например, спуститься вот по этой дороге вниз, прекрасный маршрут будет для, даже с маленькими детьми, поэтому, поэтому вот так, так, вернемся к слайд-шоу, следующий мой поход, это опять Швейцария, это, наверное, был самый длинный, самый большой, мой поход по Альпам, по-моему, это было 9 дней, мы прошли, кажется, 120 или 140 километров, то есть это прямо вот, даже по фотографии нашего бодрого настроя, в начале похода было, уже видно, что парни настроены серьезно, давайте сейчас тоже пробегусь, ну, давайте посмотрим несколько фотографий, а потом покажу линию маршрута, тоже опять же, чтобы было понятно, это начало похода, что называется, от Суриха, сели на поезд, доехали на поезде до какой-то деревушки, вышли, пошли в горы, интересный момент этого похода, мы, я этот поход точно так же планировал, просто смотря на Google Earth, особо не читая никакие отчеты, просто увидел, что много озер, много красивых высоких вершин, каких-то стен, скальных вершин, ну, и так далее, потом уже, а нет, в середине похода, мы где-то табличку увидели, и оказалось, меня нас очень развеселило, что в этом походе мы трижды проходили местами, которыми проходил Суворов в своем походе через Альпу, и мы потом смеялись, что русские думают одинаково, глядя на карту Альп, одинаковым путем мы эти Альпы прошли. Здесь была феерическая фиаско наша, тоже, которая, что называется, опыт, что так не ценно, как опыт. Значит, мы поднялись, мы не купили, а, мы приехали, я забыл в этот поход, вот этот нюанс, что в выходные не все магазины работают, и не только маленькие, но и большие. В общем, мы прилетели в Цурих субботу днем, прилетели в субботу вечером, в Цурихе переночевали, и у нас был план в воскресенье закупиться газом и, собственно, поехать в горы. Оказалось, когда мы пришли, что утром магазин закрыт, и он откроется только в понедельник. Это как бы фиаско, мы сразу поняли, что мы без, ну как, то есть мы идем с палатками, с горелками, мы без газа ничего не сделаем. Но в итоге ночевать еще там полтора дня в Цурихе не хотелось, мы решили, что мы поедем в то место, которое запланировано, вроде бы там по карте какой-то поселок, мы там что-то посмотрели по карте, как будто бы там есть какой-то туристический магазин. Значит, когда мы туда приехали, оказалось, что магазин тоже закрыт, потому что это все равно тоже воскресенье. Значит, мы в итоге поднялись до озера, переночевали там в кемпинге, потому что мы приехали поздно вечером, и у нас уже не было времени искать какие-то места, где можно встать, и более такое большущее огромное озеро, популярное туристическое место, собственно, там на берегу точно запрещен любой кемпинг. Соответственно, мы просто пришли в официальный кемпинг вечером, спросили, есть ли у них места, они очень удивились, что мы ничего не бронировали, я испугался, что, наверное, нам еще и мест нет, но на самом деле территория огромная, в любом кемпинге для палатки всегда найдется место, потому что бывают стационарные, прям стоят палатки, вы можете ее, условно говоря, арендовать. Нам просто дали лужач, сказали, вот здесь ставьте, мы переночевали в своей палатке, утром вот так вот в самом кемпинге взяли кофе круасса, думали еще у них купить газ, потому что у них на самом деле написано, что газ есть, но оказался газ вот этот прокалыванный под дешевые неспортивные горелки непоходные, в общем, к нашим балламу, переходника у меня не было и нет до сих пор, в общем, в итоге нам пришлось утром на следующий день спускаться в этот городок за газом, у нас была экспедиция, мы кидали жребие, ребята оставались, я сейчас покажу это на карте, это выглядит очень смешно, что называется, вот ошибки планирования. вот этот поход, вот здесь мы его начинали, сюда мы приехали, вот этот городишко, куда мы приехали, здесь проходит поезд, вышли, здесь высота 400 метров, план был у нас где-нибудь на озере стоять, высота почти 900, то есть перепад, 400 метров. Мы вечером сюда поднялись, когда шли, вот здесь было очень много таких классных полянок, где можно, в принципе, было спокойно переночевать, но, конечно, нам хотелось к озеру. Когда мы пришли к озеру, мы поняли, что это, что здесь нереально крутые склоны, мы вот здесь вот сунулись, пытались найти место где-то для палатки, мест не было, реально очень крутой склон, уже темнело, в итоге мы вернулись вот сюда, вот в Кэппинг, здесь переночевали. И потом, ну, оказалось, что сюда ходит даже вот этот, скажем так, деревенский автобус к этому озеру наверх, потому что это популярное место такое туристическое, и мы, часть ребят осталась на озере, и там вот здесь как раз можно там было и купаться, и загорать, потому что здесь прямо вот зона такая для этого есть, ресторанчик, а мы прямо на автобусе уехали вниз, вот сюда, в городок этот, приехали рано утром, в городке нашли магазинчик альпинистский, там купили резьбовой газ, вернулись, в общем, мы потеряли практически целый день, но вопрос решили. Соответственно, вот это как раз чудесная женщина, бабушка, владелица этого магазина, какая-то уникальная швейцарская бабуля, у нее книжка про нее же, саму, про ее восхождение, очень какая-то легендарная тетка, я прямо ее сфотографировал с псом. Так, что, ну вот такие тропы и грунтовые дороги, прекрасные для велика, конечно, отдельная моя мечта, так и не осуществившийся пока большой велопоход по Альпу, потому что это, конечно, песня для велосипедиста. Вот такие водопады, и это тоже вот, то есть там, ну, неожиданно было, и сразу вот такая долина, тоже вот плюс того, что по Альпу можно ходить особо ничего не планируя. То есть мы реально шли, не знали, что за поворотом. Какие-то вот такие виды. Вот, собственно, тоже пример нашего лагеря. По этой долине идет тропа, на самом деле, тропа идет вот здесь вот, вот она по долинке туда, уходит на перевал, мы просто от этой тропы поднялись там на, не знаю, 30 метров, 50 метров в такую складку местности, понимая, что, в общем-то, нас, мы даже с своими яркими и красивыми палатками не особо кому видны, никому не мешаем, даже если люди будут идти по тропе, мы далеко, никто никого, собственно, не напрягает. Вот покажу на рельефе, как это выглядит. Мы просто, собственно, это ведь и есть тема нашего сегодняшнего стрима, именно вайлдкейпинг. Вот эта долина, вот она, вот здесь вот перевал наверху, вот мы снизу шли-шли-шли, прошли ферму какую-то, вот тропинка идет, вот здесь еще какой-то даже домик какого-то, ну, тут такие прям альпийские луга, много овечек, коров пасется, и все, и мы вот здесь просто взяли, вот буквально сколько здесь, давайте посмотрим вместе. О, 200 метров, 200 метров мы прошли, 1700, ну да, 40 метров набора высоты, все, вот здесь вот в стороночки встали, и абсолютно прекрасно, никому не мешая, ну, в общем-то, мы следующих людей, мы вечером этого дня последних людей видели часа за три до, и это, кстати, тоже важный, обалденный момент, который меня очень сильно, удивляет, удивлял, до сих пор удивляет в альпах, что людей сильно меньше, чем вот лично я думал, то есть, ну, то есть, реально много у нас было дней, когда мы, за все мои походы, когда мы, например, видели или не одного, или одну группу, какую-нибудь там, из двух, или трех человек за весь день, то есть, я почему-то до этого думал, что какие-то тысячи людей ходят по альпам, на самом деле нет, и в том числе причина в том, что очень много троп, горы, на самом деле, тоже не маленькие альпы, и троп очень много, и трафик распределяется, ну, и мы сами, как я и говорил, да, ходим не по каким-то там путеводителям, это просто вот я, собственно, вот так вот, смотря на рельеф, выбирая красивые какие-то долины, рисовал линию, и, собственно, здесь не очень много народу, вот, собственно, например, пример выбора, да, в лагере, давайте дальше про примеры стоянок, вот, да, про кемпинг, wild camping, есть и такие сейчас штуки, тоже, ну, у нас пока не продают в спортмарафоне, но, надеюсь, когда доживем, то есть такие компактные, уже молотые кофе, которые можно залить кипятком прямо в пакете и потом разлить по чашкам, ну, по качеству, на самом деле, казалось так себе, но мы попробовали хотя бы, все, вот утро следующего дня, про обувь, снаряжение, ну, еще раз, много нюансов, тут мы в кроссовках ходили вообще, вот так вот бывает разметка троп, здесь, чарет, чаретальп, что-то такое, да, то есть там какой-то, ну, сон, где-то деревушка или поселок, налево, здесь, назад, поворот, тут тропа направо, ну, какие интересные указатели могут быть. Вот наш следующий лагерь, тоже очень классный, помню его хорошо, много фотографий мы здесь наснимали, как раз нечастый случай, когда мы встали у озера, почему мы встали у озера, потому что было понятно, что это озеро не супер популярное, на самом деле, тут кругом ходили табуны коров, мы, конечно, ребята там всю ночь не спали, но я был с берушами, ну, в общем-то, они не сильно мешают, важный нюанс, какашки, какашки коровьи встречаются, поэтому для палаток очень желательно либо футпринты, либо, ну, просто аккуратно выбирать места, но, в общем-то, ничего такого, это все-таки называется природа. Значит, тоже вот такое место мы выбрали для лагеря на следующий день, на берегу, но если приглядеться, мы не на самом берегу стоим, а немножко поднялись от берега. Вот я покажу сейчас это место, на карте, как мы его выбирали. Вот мы шли в следующий день, и когда мы поняли, что надо где-то вставать, вот здесь был большой приют, сейчас найду его, где-то, где-то, вот здесь, вот, большущий приют, ну, такой прям туристический, с рестораном, со всеми делами, мы здесь поужинали, ну, так, или пообедали, я уже не помню, что-то такое время было, часа четыре, ну, в общем, поели знатно. И было понятно, что уже сильно далеко мы идти не хотим, хотим где-нибудь уже к лагерю идти. Вот было озерко, по карте было понятно, что какое-то не супер туристическое место, не было там какой-то супер жирной тропы нарисовано. Все, мы вот сюда, к берегу спустились, и вот было видно, что там дорога для велосипедистов, да, и тропа была нарисована по этому берегу, мы просто отошли к другому берегу, и вот здесь вот, вдоль этого берега все равно какая-то тропка была, мы немножечко вот сюда вот зашли, между вот этой, скажем, гравийкой и берегом, и тропой, вот так вот встали, ну, собственно, то, что на фотографии я и показывал, да, и все, все прошло прекрасно. Следующий день, следующие сосиски, следующие приюты, но тоже момент насчет стирок, сейчас есть классные абсолютно штуки, вот у меня, например, есть такая вещь для стирки, как складное, переносное, очень легкое ведро, по сути, это такой мешок из непромокаемой тонкой ткани, который сделан в форме, ну, такого кувш, как бы даже не сказал, как чаши, что ли, смысл в том, что когда вы на него, в него вливаете воду, оно распирается само себя, и вода уже не вытекает, то есть оно весит, там, по-моему, 20 грамм, у меня на сайте есть разделе снаряжения, мне кажется, все, просто набрали из реки воды, тоже мы продаем ситусами таксессуары, новозеландская фирма, или астралийская, забыл, кажется, астралийская, в общем, смысл в том, что это экологическая химия, экологичная химия с минимальным содержанием всех этих там втористых и прочих веществ, такое, биоразлагаемые элементы какие-то, ну, я не химик, приходится верить, потому что, ну, вроде как, мы считаем, что, наверное, ребята обманывать не будут, уважающие себя компании, которые столько лет этим занимаются, в общем, ну, есть рекомендации, я видел в нацпарках и заповедниках, вот, примеры, именно вот их продукции тоже я встречал, как списки снаряжения, то есть, такая химия, попадая в воду, ну, минимально наносит вред, меньше, чем обычная, вот, мы, например, такую постерушку устроили, тоже интересно, это был лагерь, вот, собственно, наш лагерь, в такой горной зоне у подножия ледника, вот там выше ледник, сейчас покажу это место и, собственно, тоже, как мы выбирали его, так, сейчас, секунду, просто тема именно этого стрима, это вот ночевки с палатками, поэтому я про это хочу побольше рассказать, так, это мы сюда шли, это сюда шли, сейчас, а, чего я, у меня же вот здесь есть, вот это место, собственно, шли, несколько перевалов мы прошли, покушали в каких-то ресторанах, здесь красивая дорога была, через которую мотоциклистов много ездило, хотел так вот посмотреть со стороны, видите, здесь огромный ледниковый район, я прям пожалел, что не запланировал маршрут, я потом разглядел тропу, которая сюда к ледникам подходит, можно было поближе подойти, но уже времени не было у нас, вот, и, соответственно, в этот день мы вот шли по очередной тропе, и было видно, что, ну, даже это видно вот по натоптанности тропы, да, где сколько людей, есть широкие тропы, есть тоненькие, узенькие, а есть совсем слабенькие, и вот было видно, что вот большой трафик вот туда ушел, здесь тропинки пошли уже более слабые, и вот когда мы по ней шли, уже, что называется, к вечеру, вот здесь уже был такой кусок, понятно, что здесь минимальная населенка, то есть есть вот дорога, и рестораны, и дно долины, да, и что вот здесь вот рано утром или поздно вечером уже людей не будет нигде, соответственно, мы просто шли, и вот у маренного вала, вот у этого просто пересекли ручей, тропа вот она есть на самом деле, вот ее даже здесь видно, маленький мостик там, и вот тропа идет, собственно, дальше, соответственно, всего лишь, что мы сделали, мы просто спустились там на 50-100 метров от этой тропы ниже, тоже такой небольшой складка местности была, то есть было прямо, не то, что мы прятались, но мы понимали, что нас, в общем-то, не видно, и мы никому не мешаем, все, и вот, ну, то есть мы так и выбирали, я так и выбирал, то есть понимая, что вот я стою на тропе, вот там за перегибом уже ничего не видно, мы сюда спустились, ну, точно есть классное место, все мы вот здесь встали, и, собственно, те фотографии, которые я показывал, они с этого места. Давайте дальше покажу, Земляника, вот такой тоже обалденный район, вот как сейчас помню, насколько мы там получили удовольствие от прохождения по этой долине, тоже никаких фотографий я не смотрел, ничем, что называется, никаких у меня не было уже ожиданий, иллюзий каких-то, завышенных, это тоже большая отдельная проблема, когда мы смотрим много фотографий. Вот такие у нас были перевальчики, и вот тут мы тоже на озере переночевали, была непогода, но прямо на берегу озера встали, переночевали. Ну, и вот эта ночевка, которая была на обложке этого стрима, эта лекция, это, конечно, фантастическое место, тоже покажу, как мы здесь встали, это тоже довольно, ну, во-первых, очень красивое место, во-вторых, показательное. Давайте покажу, значит, это, а, извините, давайте чуть-чуть вернемся, у меня просто здесь не по порядку, это фотография, вот я еще придем. Вот еще, не по теме лекции, но тоже интересно, вот мы прокатились на таком подъемнике, который нас вниз на тысячу метров спустил, это такая люлька, в которую так садишься с рюкзаками и спускаешься в долину вот с этого цирка висячего на целый километр, мы там по плану думали будем спускаться туда, там, не знаю, два часа с лишним, поэтому все такие радостные, что мы за какие-то там 15 минут оказались в долине внизу, вот это, собственно, на самом деле перед, а вот так мы потом спускались. Все, спустились в населенный пункт, вот так вот пришли прямо, приехали на поезде в какой-то крупный город, сейчас не помню уже, если честно, в какой, зашли просто в торговый центр с рюкзаками, наелись там как следует, а там момент был, почему мы так сделали, потому что у нас заканчивался газ, вот, там еще был такой нюанс, что в начале похода мы купили, то ли у бабушки было мало, газа, в общем, нам реально не хватило на поход газа, и нам пришлось спускаться, возвращаться в город на поезде, закупать газ и обратно возвращаться в город, то есть мы целый день потратили кучу денег на недешевые швейцарские поезда, и вот эта ночевка была такая тоже на грани, что называется, что мы просто, по сути, в деревне, в центре деревни встали, это, конечно, уже, ну так, по большому счету, ну, не нарушение, ну, точно не приветствуется, но мы были уже поздно вечером, уставшие, и уже хотелось стать лагерем, сейчас покажу на схеме, как это выглядело, тоже прикольно, что здесь мы закончили, уехали, мне кажется, в Люцерн тот же самый, и вот потом вечером вернулись вот сюда, то есть у нас немножко линия маршрута прервалась, вот так мы приехали на поезде, и понимали, что уже устали, капец как, а дальше маршрут логично выглядел подъемом на две канатки, и дальше уже по горам маршрут, поэтому мы не хотели далеко уходить, и мы встали просто, вот видите город, деревушек, поселок, как назвать, да, вот, ну, тут все, супермаркет, инфраструктура, мы буквально отошли просто, не знаю, 100 метров, вот как бы окраина, пошел уже склон, пошли домики, и мы вот так вот просто по гравийной дороге, вот так прошли, здесь поля, ну, то есть, понимаете, да, то есть здесь масштаб, ну, вы крышу домов, я надеюсь, видите, вот это размер 100 метров, то есть это все очень рядом, просто уже ни сил, ни желания не было, и мы прямо вот здесь на краю, ну, и мы как бы понимали, когда мы шли, что вот мы, условно говоря, шли сюда там полчаса, ни одной машины не проезжало, помните, я в начале лекции говорил, да, что правильное применение термина бивак, да, это вставать как можно ближе к темному времени суток и вставать как можно раньше на рассвет. Соответственно, мы просто купили здесь, что-то зашли или покушали в кафешке здесь, и просто к сумеркам сюда пришли в районе там восьми вечера, и когда уже просто начало смеркаться, мы просто вот здесь вот прям где-то на поле, ну, тут какие-то два заброшенных, на самом деле, таких сараюшки, мы прямо здесь вот в траве поставили свой лагерь, вот он. И вот это уже утром фотография, рано-рано утром проснулись, быстренько, соответственно, общее правило какое, проснулись, в первую очередь собрали палатки, не лежать там, вот это все, да, достали продукты, достали горелочку, рюкзаки открыли, убрали туда спальники, палатки, это дело пяти минут буквально, все, вы уже точно никому не мешаете, спокойно можно сидеть с горелочкой, завтракать, любоваться видами, вот уж точно никому никаких проблем. Вот наши сублиматы и газ, вот дальше поход, тут много еды, как вы видите, чудесные дядьки с швейцарскими, вот этими горнами, такая экзотика тоже, очень классный потом был участок, на следующий день по гребню, такая тропа гребневая, очень красивая, вот применение той же моей солнечной батареи, прямо на маршруте, когда она подзаряжала. И вот это тоже было очень интересный, я думаю, что самая экстремальная наша ночевка в Альпах, про нее тоже скажу, хочу рассказать подробнее. Значит, день был длинный, мы как-то не очень, давайте на карте покажу, как это получилось, такой мощный день был, мне кажется, мы там что-то очень много прошли, поднялись вот на канатке, и такой был большой, большой траверс хребта. И когда мы, вот здесь мы пообедали, потом был классный вот этот маршрут по гребню, тропа, все классно, виды, сейчас я покажу, вот так, виды на ледники кругом, все здорово, вот так мы шли, 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 шли. И вот здесь мы успели к канатке, потому что наш маршрут дальше туда шел, и мы даже, что называется, сочканули. Здесь, я помню, мы бегом пробежали, мы знали, что канатка там в районе 4 может закрыться, мы прям, видя, что в любой момент может закрыться, здесь ускорились. В итоге, в общем, съехали на канатке, но не до конца, а зачем-то мы начудили и съехали только одну очередь, ну просто, чтобы не хотелось вниз, потом, а, в смысле, почему не хотелось? Конечно, я знаю почему, потому что, если мы спустимся вниз, мы окажемся в городе, и где нам в городе ночевать? С палаткой, да? Ну, то есть, это, понятно, не вариант. Ну, в смысле, можно, конечно, прийти в хостел какой-нибудь там и переночевать, но это неприкольно, да? Поэтому, мы спустились только в одну очередь на канатке и пошли дальше, там такая классная, красивая гравийная, или даже асфальтовая была дорога, вот видите, по склону, тут с высоты 1700 метров, спуск идет до высоты 600 метров, то есть, километр спуска. Мы решили здесь, значит, где-нибудь смотрим на карте, на карте это выглядит, ну, сейчас не смогу показать Google карту, ну, то есть, просто поля, какие-то участки леса и домики. И у нас был план, что мы где-то просто здесь встанем. И вот мы идем, гуляем, что-то разговариваем, разговариваем, и нет, чтобы вот тут куча была мест, я помню, ну, как куча, были места, вот если мы сейчас по карте посмотрим, да, вот, ну, масса мест, вот есть дорога, зашел сюда в лесочек, между деревьями, в травке переночевал, спокойно пошел дальше. Но мы что-то зазевались, шли-шли-шли вниз, здесь серьезно, на самом деле, если по профилю смотреть, хороший спуск вниз. В итоге, когда мы поняли, что кругом уже населенный пункт, что особо непонятно, где вставать, уже было достаточно поздно, и понятно, что там возвращаться вверх по склону, какая-то ерунда, что мы сделали? Мы уже шли до предела, и все, и начинается просто населенка, то есть населенка на такой степени, что просто все, вот эти луга, это уже частные земли, они огорожены или проволочкой, или прям настоящим забором, мы идем между дорог и понимаем, что ну все, уже как бы никуда в лес не зайти, вот место нашего лагеря, то есть у нас уже вариантов не было, мы просто вот здесь вот, где вот эти деревья, это на самом деле такой бежит ручей, такой овраг там, во овраге бежит ручей, и вдоль ручья вот эти деревья, здесь на самом деле обычная такая гравийная поселковая дорога, и все, и у нас уже, и мы просто нашли такой карманчик, где дорога и лес немножко, видите, здесь промежуточек есть, и прямо вот, что называется, на дороге поставили палатку, день был, я не помню какой, по-моему, будний все-таки, и вот в этих домах, в каком-то из этих домов даже был свет, в каком-то не было, мы сильно не светили фонариками, аккуратно, ну еще было чуть-чуть светло, то есть мы так пришли, здесь посидели, подождали, когда будет смеркаться, поставили палаточки, и не включая фонарики, уже, собственно, поужинали, легли спать, и рано-рано утром, по-моему, даже утром какая-то машина проезжала, никто нас вообще не тронул, мы позавтракали и пошли дальше, и, собственно, вот это у нас был, по-моему, предпоследняя какая-то ночевка, а, последняя ночевка была вот у одного из наших ребят, потому что он улетал раньше в Москву, и он как сюрприз с собой бутылочку вина принес, и вот, видите, мы решили даже распить. Вот утренняя фотография этого места, то есть вот прямо видно дорогу, вот дома, вот здесь в кустах стоят наши две палатки, как ни в чем не бывало. Вот потом утром был такой туман, мы к утру спустились в сам город, зашли в чудесную, ну, точнее, это совершенно обычная какая-то кафешка, но для походника, который три дня там ходил, там, километрами вверх-вниз, да, возможность есть, выпить капучино, если есть какой-нибудь классный тортик, тортик. Все, и дальше заключительная часть нашего того похода. Очень много ягод, и я вот начинал слайд-шоу с земляники, малинки, вот тут у нас в данном случае черника-голубика, черника, просто горы этой черники в самом центральном районе Швейцарии вдоль тропы, то есть ребята, местные жители как-то не очень, видимо, ее хотят собирать, ее все есть, хотя в магазинах продается. Вот такие вот виды, на тоже огромные вершины Альп. Вот эта ночевка тоже была очень интересна. Следующая ночевка, сейчас покажу, как мы ее выбирали, в чем здесь была фишка. Значит, это мы уже приближались, ну, как я и сказал, очень популярному району, район Гринвальд, это такая прям визитная карточка Альп. Сейчас разверну. Сейчас я покажу, как это выглядит с точки зрения геологии и географии, то есть это вот эти огромные, это Айгер, Мюнг, Юнг, Фрау, четырехтысячники. Такая мощнейшая вот эта стена, и здесь, вдоль нее, вот здесь я заканчивал свой самый первый поход несколько лет назад, до этого похода, и тут же мы решили закончить вот этот поход. Соответственно, если вот так посмотреть, два похода мы соединили через такой большой кусок вдоль Швейцарии, километров 200. Вот, значит, что здесь было интересно? Вот Гринвальд, это просто, ну, Санкт-Петербург, я не знаю, как сказать, ну, то есть это топовое туристическое место, внутри поселка, здесь просто колоссальное количество туристов, здесь очень много, я помню, было, особенно всяких арабских шейхов и так далее, ну, потому что очень дорогое место. Соответственно, здесь масса дейхайков, здесь склон с канатной дорогой, и вот по вот этим всем долинам масса маршрутов, и мы понимали, что нам бы где-то надо ночевать, потому что, ну, потому что все, на следующий день у нас конец похода. Что мы сделали? Давайте я покажу. Вот мы шли-шли по тропе, тут она уже где-то в гравийную дорогу переходит, очередная кафешка, ресторан, куда подходит канатная дорога, мы здесь как следует покушали, и вот дальше сделали вот что. Вот здесь вот очередная канатка уходит вот так вниз, а дальше по вот этому склону идет вот такая, еле-еле-еле такая слабенькая гравийная дорога. То есть она используется, ну, по сути, либо для заброски на машине сюда каких-то грузов, либо вот когда, в самом деле, сельское хозяйство очень развито, Швейцарию, удивительным образом, и все, ну, везде пастбище, везде луга. В общем, мы точно так же понимаем, что уже вечереет, там, в 7 вечера мы шли, и мы понимали, что все, канатки остановились, туристы уже все, что называется, по норкам, по своим отелям и гостиницам, и мы просто вот, идя вот так вот по лесу, что называется, по грунтовой такой дороге, какие-то поля-перелески, сарайчики, где хранят сено, мы просто, вот идет дорога, видите, да, вот она, прямо буквально, не сильно, уже не сильно напрягаясь, я даже не знаю, 20 метров от дороги, такой склончик небольшой, просто вот здесь поставили палатку, понимая, что, в общем-то, здесь никакого трафика особо нет, и, ну, точно мы никому не мешаем, и так далее. Собственно, вот это место, вот видите, это уже прям населенный пункт, сарайчик, который, видно, достаточно старенький, мы внутрь даже заглянули, потому что видно было, что все закрыто, никого нет, там наверху сено какое-то, вот здесь где-то у полешницы, вот дорога, на самом деле, проходит тут ниже немножко, то есть это тоже некая складочка такая местности, дорога обходит немножко снизу это все, и, в общем, не очень это видно, и никому не мешает, и вот на таком месте мы, собственно, очередной наш лагерь и обосновали, вот тоже интересно место, такое в Альпах встречается, прям открытый холодильник, сыр, мясо сушеное лежит, написано, сколько оно стоит, ты сам берешь, никого рядом нет, и бросаешь вот в эту щелочку денежку, представляете, горный сыр, горная колбаса, вот это просто туристическая карта этого места, Гриналевальд, Мюрн, где я закончил предыдущий свой поход, вот эти вот вершины, и, соответственно, вот здесь мы закончили поход, где-то вот здесь мы прям ночевали, ну, буквально пару слайдов быстро в заключение, следующий мой поход был с моим другом Юрой по уже Баварским Альпам, с подъемом по Виа Феррате, здесь интересный момент, не очень касающийся темы, но тем не менее, 16 июля, нет, 17 июля, на высоте 2500 метров выпало полметра снега, это к вопросу о том, какая бывает погода в Альпах, и мы, собственно, не очень к этому готовились, и у нас был поход в ультралайте, видите, у нас там просто 40-литровый, у меня вообще 30-литровый был рюкзак на 5 дней, в кроссовочках, в шортах, мы попали на снег, ну, в общем, спустились как-то, ну, и вот эта долина тоже была видна и по карте, и, собственно, уже было поздно, было понятно, что никаких здесь людей нет, до ближайших приютов, там перевал, там перевал, мы здесь очень классно переночевали, вот утром у нас были вот такие виды на тропе, вот это место тоже покажу, интересный момент про ночевки рядом с приютами, вот эта фотография, смотрите, вот горный приют огромный, не просто огромный, а самый главный приют перед высочайшей точкой Германии, на которую мы на следующий день ходили, вершина Цукшпица, соответственно, здесь народу просто сотни в день, выходной день, а мы как раз попали, по-моему, на скрестение, что мы сделали, как это, надеюсь, вам в целом все понятно, но я какие-то примеры еще покажу, вот этот район, то есть вот здесь вот у нас Мюнхен находится, где-то вот здесь, это Баварские Альпы, граница Австрии-Германии, вот наш маршрут, мы приехали в Гармеш-Паттенкирхен, это такой немецкая Красная Поляна, большущий поселок, у подножья высочайшая вершина Германии, вот такая сама по себе горный массив, соответственно, в первый вечер мы переночевали в лесу, вот здесь на дороге, тоже была удивительная ночевка, фотографии что-то не сделал, мы стояли прямо на гравийной дороге, то есть так получилось, что мы достаточно поздно приехали, здесь достаточно крутой склон, плотный лес, то есть прям деревья и гравийка, и все, и больше некуда, мы уже понимали, что мы до Альпийской зоны никуда не выйдем, но также мы понимали, что это реально какая-то такая, ну, гравийная дорога, не очень большого трафика, и мы прямо, когда уже стало смеркаться, просто вот, ну, в любой гравийной дороге есть какие-то отвалы, скажем так, то есть у них на самой прям дороге, а там на обочине, да, прямо на обочине поставили палатку, и мы просто рано утром точно так же встали там в 6 утра, и никого еще не было, собрали палатку, пошли. Но я не про этот лагерь, то есть вот мы на следующий день прошли, вот здесь вот большой-большой приют, в котором, собственно, все и ночуют, потому что есть одна из популярных маршрутов, и феррата вот с этой стороны на отцу шпица, Сергей Савельев, мой коллега, менеджер нашего спортмарафона, как раз этим маршрутом ходил. А мы вот поднялись на следующий, то есть позавтракав на приюте, поднялись вот на этот перевал, вот здесь увидели снег, вот в этой долине. И, собственно, тоже было понятно, что абсолютно комфортная здесь ночевка, потому что, ну, по сути, приюты и люди либо здесь, либо вот в этой долине, потому что было видно по карте, по любой, да, что вот маршруты основные вот тут и тут. То есть мы понимали, что здесь никому мешать не будем, спокойно можно здесь встать. Вот, а я на самом деле вот про эту ночевку, на которой я остановился со слайд-шоу. Вот, собственно, вид, вот основной маршрут от Сухшпица вот отсюда. Вот здесь находится большой центральный Норхюте, горный приют на высоте 2050 метров. Но мы на следующий день хотели точно так же подняться классическим маршрутом на Сухшпица и понимали, что нам бы где-то здесь встать. И здесь, на самом деле, огромное количество места. Здесь вот такой карстовый, какой-то такой по ощущениям, район. Много, если приглядеться, таких складок, где на самом деле можно встать. Но мы были уставшие, мы вообще далеко не мучились. Мы, значит, вот подошли к приюту, здесь поужинали и понимали, что, ну, 99% трафика, ну, просто по карте это обозначено как основная тропа, видно там и велодорожка, и маршрут, что вот люди на Сухшпице поднимаются вот по этой тропе и утром идут на вершину, ну, в смысле, к приюту, а утром идут сюда. А здесь вот такая тропка, которой мы потом на следующий день уходили дальше по маршруту. Мы понимали, что здесь минимальный трафик. Все, мы просто вот сюда вот отошли, буквально прошли, давайте посмотрим, сколько. 500 метров. И, то есть, это действительно в прямой видимости, вот здесь видно, да, что место, где мы поставили палатку, вот горный приют, вот там идет основная тропа, вот здесь идет вот эта боковая тропинка. Мы просто от нее отошли еще метров на 15. Ну, и просто так поставили палатку, она, видите, тент оранжевый, внутренняя палатка серенькая, тоже, чтобы людям не мельтешить. Ну, то есть, я вот здесь понимаю, что как бы, ну, эстетика и культура похода в пальпах такая, что, конечно, люди непривычно им, когда ты в хижине, вот, смотри, как вот перед тобой бегает с палатками, да. Поэтому, ну, зачем? Ну, если мы палатку поставили, вот она вполне себе такая, незаметная, вещи бросили, на горелки здесь поготовили, уже все стемнело, когда стемнело, мы просто накинули тент, переночевали, там, включали фонарик и сильно не парились, потому что понятно, что никто не будет за нами бегать. Тоже нюанс, вот один из знакомых моих, с кем я тоже консультировался перед стримом, сказал такую вещь, что тут важный момент, я просто встречал такую хитрушку, когда люди встают прямо рядом с приютом и такие, «О, сходим к ним в туалет, сходим к ним на завтрак, сходим к ним на ужин, значит, а за жилье не заплатим». Конечно, как я понимаю, как я читал, это, ну, не очень приветствует с владельцами приютов, потому что, ну, я уже, наверное, здесь объясню почему-то, да, потому что люди, конечно, хотят вокруг приюта видеть природу, а не вас, да, которые тут мельтешат. Люди там сидят за столиком, любуются видом, никому из них не хочется видеть вас тут мельтешащим. Но, тем не менее, оказывается, бывают все равно локальные некоторые приюты, которые даже поощряют кемпинг около, ну, такой бивачнинг перед своим приютом, потому что, ну, просто вот они рассчитывают, что они заработают на том, что вы к ним придете покушать или еще чего-то. То есть, ну, это вот надо уже… У приютов на самом деле нет какого-то централизованного суперсайта, то есть каждый из крупных приютов имеет свой сайт, как правило, он обычно достаточно минималистичен, там есть контакты, там, телефон, имейл, куда можно написать, чтобы забронировать ночевку. Но вот, наверное, в каких-то из приютов на сайтах написано, что, например, они там не против, если кто-то будет рядом стоять. Вот, например, здесь был момент, что здесь не было воды, ну, просто такой район, вот, что ручей километров двух ниже. И мы, видя по карте, что последний источник около приюта, мы просто у нас бурдюк, да, такая емкость для воды, мы просто там набрали воды, рюкзак бросили, покушали, поужинали, сюда пришли. Вот, собственно, такой формат. Вот очередная ночевка у нас, следующая была вот с таким видом, тоже уже, на самом деле, золотой час, солнце скоро будет садиться, и вот мы, отойдя там 100 метров от тропы, немножко заперегибчик, да, от тропы, вот с таким видом. Вот это место, где мы, вот тропа, даже ее видно здесь на фотографии. Вот здесь вот, в этих кустах вот где-то мы поставили палатку, а это уже утром, мы сфотографировали, я просто сфотографировал, что вот мы ушли, и, собственно, никакого мусора, ничего нет. Так, что, кажется, на этом все. Я, ну, вот одно слайд-шоу, а, вот давайте, нашел я, на самом деле, несколько еще фотографий, сейчас покажу буквально несколько фотографий самого приюта, потому что вот был уже вопрос в комментариях, ночевал ли я в приютах. На самом деле, было в одном из походов, просто уже лекция наша супердлинная. Был поход у нас по Тиролю, по австрийским Альпам, и такой был момент, когда мы что-то долго-долго шли и вышли в такое место, я сейчас попробую его показать на карте. В общем, спустились в такое ущелье, достаточно с крутыми склонами, понимали, что, ну, найти место в лесу на склонах будет не очень просто, а при этом еще и пошел просто дождь. Ну, погода испортилась, пошел дождь, и мы такие, и смотрим вот по пути приют. И мы просто зашли, спросили, есть ли у вас места. Девушка говорит, вообще все забронировано, ну, сейчас я узнаю. А было где-то 5 часов вечера. И она вернулась через полчаса, через полчаса, через 5 минут со словами, что, ой, вы знаете, типа, вот там, два человека как раз отменили бронь, и у нас вот есть два места. Ну, и мы, соответственно, не мучились и просто остановились у них прямо в приюте. Вот это было место. Такой здесь очень мощный перевал, ну, большой перепад с перевала до долины. Мы сюда спустились, и следующий наш маршрут, ну, дальше у нас маршрут шел на следующий перевал, и здесь был очень крутой склон, тропинка по нему, я понимал, что здесь будут проблемы, как бы до Альпийской зоны далеко, уже нам сил не хватит, а в лесу, может быть, и не найдем. И вот был вот этот приютик, мы в него просто зашли, и я просто, ну, покажу, наверное, сейчас просто несколько фотографий, как это выглядит. Сейчас в слайд-шоу добавлю, как это, собственно, убранство приюта такого. Это абсолютно маленький. По сути, это вот есть горные приюты, которые прямо горные приюты, специально для этого построены. А есть такие, я бы сказал, остановиться на постой. То есть это ферма, на самом деле, которая летом работает, там же обычно работает семья, там дети, бабушки, там все трудятся, и вот у них можно переночевать, есть какое-то количество, койко-мест и небольшая такая вот ресторанчик-кафешка. Вот мы зашли вовнутрь, взяли по напитку, заказали такой супчик, заказали мясо с картошкой, и вот, собственно, там на самом деле одна общая комната, такая общашка, по сути, такие нары, на которых лежат матрасы, есть одеяло, есть подушки, и все, ну вот, нам сказали, вот два ваших места здесь, вот мой спальник уже лежит. Вот так мы, собственно, переночевали, утром позавтракали, пошли дальше. Вот, что касается самих приютов, но я думаю, это прям отдельная тема, отдельная лекция, и когда-нибудь мы про это точно расскажем. Наверное, на этом все. Спасибо, что смотрели. Вопросов не так много сегодня. Давайте, наверное, минутку еще подожду, послушаем вопросы. Если вопросов не будет, тогда лекцию закончим. Просто я вижу, что задержка приличная накопилась по видео. Давайте. Давайте. Погодите. Погодите. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, я думаю, что, наверное, уже все устали. Очень здорово, спасибо. Думаю, что вопросов... Надеюсь, основную тему я раскрыл. Поэтому, надеюсь, вопросов и не осталось. Все. Спасибо всем. На следующей неделе в это же время... Теперь я немножко перенес время своих эфиров. Я буду теперь по четвергам вместо пятницы. В следующий четверг в это же время, в 8 часов, расскажу про позапрошлогодний свой поход по Исландии. И также мы, несмотря на множество там нюансов и мифов про запрет на кемпинг и на все прочее, мы прошли такой вот засадики, маршрут с палатками, и причем не только по тропе. Тоже расскажу про этот проход. Обалденная, абсолютная Исландия. Если кому интересен этот регион и такой стиль путешествий, пожалуйста, жду вас в следующий четверг в 8 часов на канале Спортмарафон. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok